Когда мы задумали этот семинар, то мыслилось, что будут рассмотрены разные точки зрения. Точка зрения страхового брокера, поскольку брокер, наверное, в силу особенностей своей должен видеть эту картину наиболее широко. Точка зрения страховой компании, это очень нам казалось правильным и логичным, поскольку тут действительно работают на земле и, что называется, непосредственно с заказчиком или страхователем общаются. Очень интересную точку зрения нам сегодня расскажет Сергей Александрович Кислов, это партнер компании Ковалев Тугуши и партнеры. Взгляд адвоката очень интересный и нетрадиционный. Мы послушаем об основных тенденциях развития ДНДО в мире и Российской Федерации, тоже очень интересные. И с учетом того, что происходит, мы очень надеемся, что Дмитрий Панов нам об этом расскажет. Ну и коллеги нам расскажут об убытках, которые либо урегулированы, либо на стадии урегулирования. Я попытаюсь рассказать коротко о взгляде клиента, взгляде страхования. Итак, давайте начнем с теоретической части. Начинает у нас грузинцев Дмитрий, руководитель департамента страхования финансовых рисков и ответственности брокера Грека Интернешнл. Он расскажет нам о особенностях страхового покрытия, куча риск и исключение. Пожалуйста. Спасибо большое за представление и вступительное слово. Коллеги, уважаемые слушатели, спасибо, что присоединились, спасибо за ваше время. Надеюсь, будет интересно. Что касается страхования ДНДО, мне этот вид страхования достаточно близок, мне он нравится, я могу говорить о нем долго, могу дискутировать. Главное, главное, чтобы меня, что называется, не заносило по времени. Да, давайте договоримся у коллеги о регламе, до 20 минут на выступление, ну и на вопросы пока мы не будем регламентировать. Конечно, пожалуйста, спасибо. В общем, страхование ДНДО. В целом, страхование ДНДО – это некий комплексный продукт, который покрывает расходы директоров и возможные убытки в результате претензий к ним, которые были бы явлены следствием неверных действий директоров. Прежде чем перейти к более подробному описанию, я бы хотел остановиться о некоторых ключевых фактах о ДНДО, которые, на самом деле, важно понимать и осознавать для дальнейшего понимания принципа работы с страховым покрытием. И первый факт – это то, что, несмотря на то, что страхователям по договору страхования поступает юридическое лицо компании, договор страхования ДНДО не является договором для компаний. Прежде всего, договор страхования для сотрудников, для директоров, для должностных лиц. Это подтверждается, в принципе, даже тем, что полис ДНДО может защищать директоров, в том числе, и от претензий к компании, которые являются страхователям. По сути, этот договор является как неким видом социального пакета для директоров, чья деятельность связана с повышенным риском. По сути, как ДНДО. Второй факт – это то, что покрывается все директора компании. То есть это не по именовому перечень, это не самый топ-менеджмент, а могут покрываться и директора, чья сотрудники, чья позиция называется начальник отдела, эксперт. Главное в договоре страхования ДНДО – это то, что страхуется функционал. Следующий момент важный – то, что покрываются именно непреднамеренные действия директора. Безусловно, полис ДНДО – факт того, что действие директора было преднамеренным или непреднамеренным, будет устанавливаться судом. Но, тем не менее, если вдруг будет установлено, что действие директора является преднамеренным, это по ДНДО не покрывается. Это частично может рассматриваться по другим отдельным действиям страхования. Еще интересный факт о том, что полис ДНДО, он по своему принципу работы сильно отличается от других классических видов страхования. Одним из таких отличий является то, что выплата по полису ДНДО еще начинается до факта признания страховыми случаями. К примеру, выплату расходов на защиту во время судебных действий. Еще один момент – это то, что регулирование по полису ДНДО может длиться годами, поскольку оно напрямую связано с судебными разбирательствами. Следующий слайд. Какие директора покрываются? Отчасти коснулся этого момента. Покрывается не только топ-менеджмент или покрывается не только сотрудники должности директора, покрывается функционал. И, в принципе, если какой-либо эксперт де-факто выступает руководителем, выступает от лица компании и так далее, он может быть покрыт по полису ДНДО. В самом договоре это формализовано в виде определения, никакого списка должностей, ничего такого нет. Соответственно, от кого может быть предъявлена претензия? У директора позиция неразрывно связанная с повышенным риском. Помимо того, что директор несет ответственность за деятельность компании, директор еще несет ответственность за законность ее деятельности, несет ответственность перед акционерам и другие виды ответственности. Соответственно, третьими лицами, которые могут предъявить претензии к директорам, могут выступать как акционеры компании, которые могут быть недовольны результатом действий директора. Это могут быть инвесторы или кредиторы, которые могут предъявлять претензии в неправильной деятельности компании, в результате выдержанности своих инвестиций. Государственные органы, неправильная рассчитанная налог на прибыль или что-либо еще. Сама компания, претензии к компании к своему директору или к бывшему директору по результате недвиженса или аудита года. Сотрудники компании могут предъявить претензии к директору в случае нарушения трудового законодательства и, разумеется, конкурентной компании в результате ограничения конкуренции или нарушения другого законодательства. Причем указанный перечень не является закрытым. Опять же, третьи лица – это абсолютно открытый перечень. По сути, к директору могут предъявить претензии практически другого. И это будет попадать в покрытие договора. Следующий слайд я поставил для того, чтобы тоже описать принцип действия договора страхования ДИНДО. Тем, кто привык смотреть на договор страхования имущества, особенно классические российские договоры страхования имущества, полис ДИНДО может показаться очень непривычным. В целом, полис ДИНДО состоит из трех, в большей степени даже двух частей – это декларации и полисные условия. Формально есть еще правила страхования, но они, как правило, не используются и нужны только для удовлетворения требований центрального банка в наличии правил. Весь объем покрытия, все условия страхования, они прописаны в декларации и полисных условиях. Декларация – это некий свод ключевых условий договора, как страховать свой лимит ответственности, франшизы, страхования и так далее. А полисные условия – это как раз основное содержание бординга, основное содержание всех условий, исключений, покрытий и так далее. И здесь, что мне хотелось бы отметить, это то, что особенность полиса ДИНДО заключается в том, что если вы его откроете и посмотрите пункт «покрытие», раздел «покрытие» и раздел «исключение», это достаточно небольшие разделы. Зато есть раздел «определение», который, скажем, многостраничен. И особенность заключается в том, что в разделе «определение» и в «определении терминологии» закладывается значительная часть смысла покрытия и значительная часть исключений. И правильно читать полис ДИНДО, понимать покрытие – это, по сути, постоянно и каждый раз ссылаясь на определение соответствующего тела. Касательно страхового покрытия. Классический договор страхования ДИНДО разделяет на три секции – А, В, С. Набирация А, В, С, исключительно формально. Секция А – невозмещаемые убытки. И здесь меня, когда я начинал, ознакомился с ДИНДО, всегда смущала эту формулировку «невозмещаемые убытки». Как можно вообще покрытие назвать невозмещаемым, заложив уже такое вот сомнение в самом заголовке. Логика здесь достаточно простая. Дело в том, что, безусловно, страховщик будет возмещать все убытки. Но принцип ДИНДО строится таким образом, что по умолчанию в случае предъявления претензий к директору, директора защищает компанию. И потом выставляет те расходы, которые компания принесла в защите своего директора, страховщику. Страховщик возмещает эти расходы компании. Бывают случаи, когда компания не может возмещать эти убытки. Например, когда компания сама судится против своего директора. Или существует законодательный или юридический запрет на защиту директора. Либо же компания просто не платежеспособна, например, в стадии банкротства. И в этом случае вот эта модель, написанная в ДИНДО, когда компания защищает своего директора и возмещает убыток своего директора, она не работает. И как раз на такие случаи, чтобы директор не оставался уязвимым, чтобы он всегда был под защитой, существует и секция А, которая открывает невозмещаемые работодателя в убытке. То есть страховщик напрямую возмещает директора и поплачивает расходы юристов. А в случае, если будут соответствующие решения суда или нет, претензия будет признать страховыми случаями, страховщик оплатит и все тело претензия. Это касательно секции А. Секция В – это возмещаемые убытки, когда компания возмещает своего директора, выставляет их с страховщиком и страховщик и поплачивает. И секция С – это тоже по-своему уникальная секция. Может быть, вы помните, на первом слайде я обращал внимание на то, что полис D&D – это полис прежде всего для директора, не для компании. Вот здесь единственный случай, когда это подтверждение не действует, поскольку секция С открывает убытки компании под низком связке с ценным бумагой. Почему это так? Почему сделан такое исключение? Дело в том, что в западной практике, особенно в США, когда подается классовый иск или иск от мандеритарных акционеров в отношении директора, зачастую там упоминается и директор, и компания. И когда выплачивается сумма убытки по D&D, когда страховщик начинает выплачивать убытки по D&D, достаточно сложно блокировать и распределить, какая часть убытка относится к директору, какая часть убытка относится к компании. И в этом случае для публичных компаний с листингом, особенно на зарубежную биржу, вводится секция С, которая предполагает покрытие публики в том числе и для компаний. Здесь, наверное, стоит добавить то, что если иск по ценным бумагам является только к директору, то он может быть также покрыт по секции А и по секции С. То есть не нужно думать, что секция С не покрывает, что иск по ценным бумагам покрывает секция С. Исключения. Как я говорил, их на самом деле не так много. Здесь я привел ключевые исключения. Но нужно понимать то, что существенная часть ограничений также стоит в определении терминологии, в разделе определений, поэтому стоит помнить. И прежде чем проходиться по исключениям, здесь важно тоже сделать некоторое утверждение, что, как и многие договоры страхования ответственности, договор страхования Диндол здесь строится по принципу все риски. Я помню, когда я общался один раз с клиентом, и он тоже ему говорил, что ваш договор строится по принципу все риски. Он мне говорит, Дмитрий, не надо. Все риски – это когда все покрыто, и все. А у вас тут какие-то исключения и так далее. Но, тем не менее, есть такая терминология, которая предполагает, что договор построен на всех рисках, покрывает все, что прописано в определении условно-страхового случая, или страхового покрытия, и все, что не исключено договором. Вот все остальное покрывается. Так что вот такие вот все риски в страховании. Из ключевых исключений, прежде всего, это поведение и умышленные действия директоров. Достаточно важное исключение, оно всегда является крайне принципиальным для страховщиков, и логика заключается в том, что полис Диндол ни в коем случае не должен, ну, во-первых, нарушать законодательство, которое запрещает открывать противоправные действия. Ну и второй момент, если убрать это исключение, то открывается огромное поле для откубания, доходов и прочих средств, полученных приступах путем. Поэтому данное исключение, оно железобетонное. Второй тип исключений – это вред, возмещаемый по другим видам страхования. Здесь достаточно такой тип исключений, достаточно распространен во всех разных страховых продуктах. Связан с тем, что с логикой страхового бизнеса. То есть страховщики стараются разрабатывать страховые продукты таким образом, чтобы они не пересекались, и чтобы они покрывали специализированный тип. Крайне редко существуют договоры с максимально широким покрытием, которые пересекаются по различным видам страховатиям. Ну и, соответственно, Диндол не покрывает профессиональную ответственность. Здесь я тоже хочу вспомнить случай, когда обсуждение с клиентом, когда мне клиент сказал, Дмитрий, мы считаем всю нашу деятельность профессиональную, мы же все профессионалы здесь. И, в принципе, справедливое утверждение, но здесь лучше всегда объяснять этот пример. Когда, если есть, например, представители аудиторской компании или оценочной компании, которые ставят подпись на аудиторском заключении, и выясняется, что аудиторское заключение сделано неверно, есть кейс, когда, могу даже отойти в сторону, как в Лондоне сейчас, по-моему, против прайса, и обвиняют их в недобросовестных сделанных аудителей. Вот это вот кейс чисто профессиональной ответственности. То есть директоры обвиняют в том, что отчетность, в которой она аудировала, партнера аудиторской компании, не соответствует истинному положению компании, причем компании третьего лица. Но есть другой кейс, когда, например, тот же самый партнер, он упустил важного клиента, поссорился с важным клиентом, который составлял львиную долю дохода и выручки компании. И вот здесь вот как раз этот кейс уже диндл. Например, когда три партнера или акционер предъявляет предприятие соответствующего директора. Второй тип – это гражданская ответственность, бред, жизнь, здоровье, имущество. Это тоже покрывается отдельными видами страхования. То есть если директор причинил вред третьему лицу, то это можно покрыть подоговоры с классическим договором страхования гражданской ответственности, но не под нее. И опять же здесь есть такие промежуточные схемы, когда почему-то у меня все время ссылки на большой четвертый, на аудиторов, граждантов, когда менеджмент компании может настолько взвинтить работу и, например, ненужно довести человека до каких-то неразумных действий к решению своего здоровья. В принципе, это может покрываться под диндл, если к директору подъявляются соответственные претензии. Ну и, наконец, бред экологии. Точно так же классически это не покрывается под договором страхования диндл, поскольку существуют отдельные страховые продукты, это комплексно-экологическое страхование, либо это также может покрыть через гражданскую ответственность с соответствующим расширением. По диндл это не покрывается. Но единственное, что здесь стоит добавить, что в отношении гражданской ответственности, в отношении беда и экологии существует практика, так называемая, опять же, западная практика кармбеков или исключений из исключений, когда исключаются любые претензии, связанные с придом жизни здоровья и мышцей, экологии, но при этом страховщик готов покрывать, например, только расходы на защиту по таким претензиям. Ну и последний пункт, это предшествующие требования и предшествующие разбирательства. В принципе, это тоже достаточно логично и страховщик не готов подписываться неизвестными. Последнее, что здесь стоит сказать, то что это полис диндл действует в любом случае до тех пор, пока не будет доказано судом, что какое-либо из данных исключений применяется. Если же, а так, до этого момента полис диндл будет действовать. Последний слайд. Я постараюсь... Спасибо большое. Это триггер. Здесь можно говорить очень долго, но я постараюсь очень кратко. Здесь полис диндл имеет несколько ключевых дат и ключевых периодов страхования. И здесь очень важно хорошо в этом разбираться, чтобы иметь качественное страховое покрытие. Ключевые даты – это ретрактивная дата, которая отсекает действия, совершенные действия. Вторая дата – это дата негридности, которая отсекает судебное разбирательство. И, наконец, период страхования – это тот период, когда должны быть объявлены. Здесь важно, как правило, на текущем рынке ситуация уже варьируется, но раньше ретрактивная дата, как правило, не фиксировалась, не открывались любые действия, совершенные директора, неверные действия, совершенные в любой момент времени. Сейчас периодически устанавливают ретрактивную дату. Дата непрерывности, как правило, приравнивается к начале первого заключенного договора страхования и впоследствии не меняется. И это очень удобно, потому что таким образом остается неразрывность покрытия. Чтобы вполне зачастую судебное разбирательство может начинаться никак не связано быть с директором. Например, налоговая проверка спустя год-два выясняется, что директор что-то неправильно указал или бюджет неправильно посчитал, и дальше появляется претензия. Вот здесь, конечно, было бы важно отслеживать, чтобы дата непрерывности сохранялась неизменной, и чем больше старше дата прерывности, тем больше. Ну и период предъявления претензии и страхования классический. Здесь единственный момент скажу, может быть, и на примере на Диндон, но он неразрывно связан. У меня был случай, когда мне прислали договор страхования, это договор страхования ответственности производителя автомобиля. И там было сказано, вот тоже, неверное действие, то есть машина должна была быть произведена в течение периода страхования. В период страхования один год. Второе, начало судебного разбирательства, но в том кейсе это был вред, должен был быть причинен тоже в течение периода страхования. Это должен был год. И претензия должна быть предъявлена тоже в течение периода страхования. Вот достаточно, я в свое время заказывал машину, я ее ждал 9 месяцев, когда ее мне только привезут. Вот в таких заключенных договорах страхования вероятность того, что они будут рабочими, в случае страхового случая, не стремится к нулю. Именно поэтому важно обращать внимание на эти причины. Это мой был последний слайд. Я прошу прощения, если вы затянули. Нет, нормально. Спасибо большое, Вячеслав Ильич. Спасибо. Олег, какие вопросы есть? Можно? Смотрите, и, скажем так, для моего понимания, для понимания слушателей так же. Ваша презентация прозвучала так, что все супер просто. Просто на уровне страхования от несчастных случаев, скажем так. На самом деле все совсем не так просто. И понятно, что это одна из главных причин, почему полисов День Дома на рынке не так уж и много. И продаются они главным образом тогда, когда у российских компаний появляется зарубежная экспозиция. Понимаю, что в основном иски День Дома связаны не столько и не столько с претензиями госорганов. Штрафы, как известно, не покрываются. Полисы День Дома – это очень важно. День Дома связаны в основном с судебной практикой, с предъявлением иском и теми стейкхолдерами, заинтересованными лицами, перечень которых был достаточно большой на вашем третьем, по-моему, слайде. Здесь вопрос такой. С чем вы связываете такой низкий уровень проникновения ДНО в российской практике? Я имею в виду сугубо российскую практику. Это отсутствие требований московской биржи, например, для листинга. Это отсутствие в российской правоприменительной практике кейсов, когда заинтересованные лица действительно могут обосновать иск как претензию, связанную с действием тех или иных лиц. Второй вопрос. Вопрос. И я еще обратила внимание на то, что вы не ограничиваете перечень должностей, говорите больше о функционале. Есть ли у компании право самой установить вот этот функционал, на который она хочет купить ДНО, и понимаете, что экспозиция для этих лиц или возможность вот той самой непреднамеренной ошибки, которая вываливается, скажем так, или вступает в противоречие с политиками, стратегиями, компаниями и так далее, но при этом непреднамерен. Тот пример, который вы привели, вот я должен был бы реализовать план маркетинга, но я его не реализовал. Для меня это довольно сложно осознать, что это кейс для выплаты по страхованию ДНО. Спасибо большое за вопросы. Я позволю начать со второго, потому что он, мне кажется, короче. Безусловно, да, можно ограничить перечень покрываемых директоров. Это отчасти судит покрытие, но более того, я здесь скажу, некоторое время назад многие компании делали это сознательно, потому что возникала такая коллизия, что перечень застрахованных лиц не ограничен, и этот перечень застрахованных лиц получал бесплатно условное страхование. Вопрос у многих стоял не из-за того, что мы хотим сосредоточить покрытие на топ-менеджменте или членов совета директоров, а вопрос в основном, то, что я встречал, был от бухгалтерии. А как нам рассчитать НДФЛ для них? То есть они получают бесплатно условно. И тут даже некоторые компании обращались к регулятору с просьбой разъяснить позицию. И вот у меня есть два письма от регулятора, они правда старые, мы сейчас, их много на них писем, но вот одно письмо, причем два письма подписаны одним этим человеком, на стороне регулятора, где говорится, что налог платить не надо, а второму письму говорится, налог платить надо. Да, безусловно, да. Это разъяснение Минфина? Да, Минфина. Соответственно, это просто небольшое сступление, но ответ на ваш вопрос, да, безусловно, это можно сделать. По согласованию с сотрудничеством есть такие практики, и я думаю, Антон, где-то, где-то такое можно пойти. Если ответил на второй ваш вопрос, то плавно хочу перейти к первому вопросу, потому что вопрос очень хороший, если честно, тянет на отдельную презентацию. И что более важно, мне кажется, она у нас есть. Презентация у Андрея, там есть отдельный слайд по установлению D&D, как формировался, почему раньше было действительно мало договоров о страховании, сейчас я не соглашусь. Мне кажется, сейчас много договоров о страховании. Антон, представитель, у нас их больше двухсоток. Здесь вопрос, как мы считаем, да, если у нас как минимум порядка 53 миллионов полисов ОСАГО, то 200 полисов страхования ответственности… Компания в любом случае меньше, чем физические лица, основные страхователи этой компании. И если мы сравним с тем, что в 2005-2008 году их было договоров 10, 20, а сейчас больше 200, то прогрессы не начали. В 10 раз, да, да, да. Это как, извините, я все время люблю сравнивать с 1913 годом производство колготок в нашей стране, чтобы было всегда очень релевантно показать, но, знаете, вот та иллюстрация. И тем не менее, все-таки это очень немного, да, даже если мы сравниваем количество российских компаний, которые имеют листик на московской бирже, да, компании, которые входят в топ-крим, скажем так, как российская экономическая элита, далеко не все имеют. Не все. И даже не все те компании, которые приходят на бирже, имеют, но требования… Мой вопрос был не в том, что их мало или много, да, мой вопрос был в том, почему нет имущественного интереса в заключении таких договоров, да, почему компания готова тратить денежные средства на другие цели, а вот этот инструмент защиты очень важный, потому что мы знаем, что, и вы сами сказали об этом, что и юридические тяжбы тянутся годами, и денег это стоит, особенно на взрубежных юрисдикциях немеряных. То есть здесь даже не сам иск стоит денег, да, а вот эти юридические расходы, которые могут возникать, и вы сами об этом сказали, что они оплачиваются еще до того, как принимается решение о том, что иск будет оплачивать, вот здесь что, непонимание, опыта мало, соседи, скажем, не беспокоились на этот счет. В чем причина? Здесь лучше, что раньше, в начале 2000-х годов, диндом в лавном образе приобреталось вынужденно, то есть компания выходила на IPO, им консультанты советовали в обязательном порядке, потому что в едином дом, и все покупали. Я просто очень боюсь забежать в слайд, Андрей, поэтому я очень много интересного. Можно я тогда просто отдельно слайд покажу и прокомментирую? Нет, потому что вопрос, понимаете, почему вопросы такие, как мне представлялось, вы сказали, что это часть социального пакета. Вот это как бы был основной посыл. Сейчас идет некая противоречия. Люди, говорите, вы покупали, потому что это были требования консультантов, это выход на торговлю акцией на зарубежных площадках. Кто же вам разуме, здравооблупо отказывается, ставят вам пакеты? Вот о чем спрашиваете, капитаник Владимирович. Я понял, почему не раздевал? Полисы, мы смотрим практически все. Конечно, конечно. Раньше, в 2000 году, опять же, поправьте, мне кажется, тоже ДМС не так все уголовно покупали. Это первый момент. Второй момент. Здесь, в конце концов, соцпакеты ДМС не самое главное. Главное – это убыточность. Раньше не было никаких убытков. То есть нам вменили, тогда вот консультанты сказали, что для выгода на особенно зарубежной бирже нужен полис ДНДО. Все убили, у кого-то даже были полустраховые случаи, типа нечего, который листился в США. Но даже российское законодательство, оно не было готово к полису ДНДО. То есть, например, у нас в законодательстве прописано сейчас, что директор должен действовать в интересах компании, должен действовать разумно и так далее. А вот раньше, сейчас уже не так. Раньше, как доказать, что у тебя директор действовал разумно? То есть суды просто не могли доказать… Суды в законодательствах перебью еще меньше формулировок однозначно. То есть понятно, что это уже процедура. Просто, понимаете, дальше… Я сейчас просто поясню свою мысль. В 2013 год вышел там пленум высшего арбитражданского государства, где разъяснялись эти законодательства. Дальше, я просто боюсь уже перейти в слайд-катрии, дальше у нас директора стали нести субсидиарную ответственность. Дальше появились вообще никому неизведанные рейсти, как там «Сайбер» какой-то, «ГДПР», причем, который применил в том числе и в российских законодательствах. В 187-й ФРЗ «Экортическая инфраструктура» пришла, извините меня, Эльвира Набиулина, пришла в ЦБ и начала чистить банковские системы, откуда пошли фонзы, рецензии и так далее. И у нас просто изменилась инфраструктура, и директора начали предъявлять претензии. Другой вопрос, и директора начали нести ответственность. Вы можете зайти на сайт АСВ и посмотреть, сколько предъявлено дисков, сколько засыпано с директоров. И сейчас ключевой момент, то, что, во-первых, ДНДО работает, и то, что Антон сказал про промсвязь банку, помянул, есть кейс, где возникает вероятность застания очень большой суммы выток. ДНДО только сейчас начинает работать. И опять же, судебные дела, они не глядятся долгом. Вот пресс-релиз какой-то сделал, сказать, вот есть урегулированная вытока ДНДО, наверно, в более-менее нормальной сумме, можно сказать, только про Уралкарий. И Бомберг, наверное, где там заплатили на 10 миллионов долларов, маленькая сумма сравнительно 10 миллионов долларов, но все-таки это более-менее расходов на защиту. А вот на подходе, там, условно, промсвязь банка. И то, опять же, в результате текущих ситуаций непонятно, как он будет урегулироваться дальше. Но это, опять же, отдельная тема, я просто боюсь, что он широко попрыгнет. А как вы считаете, ДНДО, в нынешней ситуации актуальность ДНДО повышается или понижается? Я просто Андрея оставлю без презентации. Хорошо. Раз мы столько говорим про Андрея, я думаю, пора предоставить слово. Пора предоставить слово. У нас просто еще теоретик есть. Да, да, да. Доклад формально четвертым, да, но договорились о том, что Тон сейчас расскажет о таких теоретических вещах, чтобы с теорией уже покончить и в практике произошли. Пожалуйста. Тогда подождите. Должны подготовиться. Точка зрения страховой организации. Тонуточек. Начальник управления страхованием банковских информационных листов спал Ингострах. Значит, презентанты готовы здесь? Что-то мне такое несложно. Оно очень объемное. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Там все про Диатону, я так понимаю. Абсолютно. Частично я буду в чем-то пересекаться, в чем-то буду с ним соглашаться, в чем-то буду с ним соглашаться. Очень хорошо. И действительно это будет... Я считаю, что Бортина не Бройфер, а тот самый вопрос. Продолжение следует... 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 И... Риск ответственности. Соответственно, для нас страховой случай наступает в момент подъявления претензий. Не когда выносится решение суда, а уже в момент подъявления претензий. И в этот момент работает риск наступает необходимость защищать директоров. То есть, риск внечения расходственной защиты. Это вот первое, главное отличие того подхода, который применяем мы в своей практике. А риск уже вывода страхового возмещения в части основной суммы предъявленной претензии, он может как последствия наступить, так и не наступить. Поэтому здесь вот такая... Вот такое вот отличие. И... Хочется, хотел бы еще раз, обратиться к тому, о том, какие же лица могут быть компаниями застрахованными. Действительно, у страховщика нет каких-то ограничений по тому, какие руководители могут быть застрахованы. Основное требование к этим руководителям это либо конкретное описание должностей, можно с фамилиями, можно просто должностей, либо описание этого функционала. Основное, что в функционале этих руководителей должно быть, это некая управленческая функция. Мы тоже можем привести некий пример, например, связанный с руководителем медицинской клиники. В этот момент, когда руководитель медицинской клиники определяет стратегию развития, выбирает направление, на котором она будет действовать, выполняет некие поручения акционеров и так далее. В этот момент он является руководителем клиники и все его действия, все претензии связанные с его действием могут быть покрыты полисом страховодительности сетекторов. Но как только этот руководитель клиники, например, по совместительству, являющийся хирургом, встает к операционному столу, все, что он делает во время операции, полисом страховодительности сетекторов не покрывает, потому что он здесь не является руководителем. Соответственно, страхователь, когда выбирает страхованных лиц, он должен руководствоваться тем, перечнем лиц, вероятность определения к которым наиболее велика. Для того, чтобы не получилось в ситуации, достаточно редкая ситуация в моей практике, не встречавшаяся, когда в течение одного периода страхования могут быть предъявлены две претензии к двум различным руководителям. Чтобы не получилось так, что один из руководителей полностью выбрал страховую сумму, а до второго ее не хватило. У нас есть коллективные лиц, когда их предъявляют группе руководителей. Но это, по сути, одна претензия. И здесь тоже может не хватить лимита, но претензия одна, и здесь проще с ней разбираться. И самое главное, что претензии должны быть предъявляться именно к директорам компании. Например, если есть некий недовольный сотрудник, он предъявляет претензию, что его незаконно уволят. Эта претензия будет в адрес компании. В поле страхования ответственности директоров она подрываться не будет. Но если же этот работник предъявляет претензию к своему руководителю и говорит, что мне пришлось уволиться, потому что меня притесняли на рабочем месте или не оценили мои профессиональные качества, это уже будет персональная претензия к этому руководителю, и она будет подрываться полисом страхования ответственности директоров. Вот на этом слайде лишь некоторые претензии, виды ошибок руководителей, в связи с которыми могут быть предъявлены претензии. Там можно легко прочитать, но на самом деле, вот здесь наши позиции с Дмитрием совпадают, полис работает по принципу «все риски». И главное понимать, что такое «все риски» и правильно к этому относиться. В страховании есть два вида подобных покрытий – это поименованные риски и «все риски». В поименованных рисках покрывается все то, что перечислено. Например, если кто-то страхует свой дом или квартиру, там будет прописано, что открывается пожар, открывается залив и так далее. Покрывается только то, что прописано. В страховании от всех рисков в договоре о страховании ответственности директоров написано, что покрываются любые претензии. То есть покрывается все то, что не исключено. Смотрим в раздел исключения и понимаем, что то, что прописано в разделе исключения, не покрывается. Все остальные виды претензии, они покрываются в договоре о страховании директоров. Вот эти таблички у нас не тем похожи даже, даже по внешнему виду. Мы понимаем, что здесь представлены лишь некоторые виды писцов, которые могут предъявлять претензии руководителя, начиная от акционера, заканчивая обычными работниками, партнерами, клиентами. Самые части претензий – это к госорганам. Здесь нужно четко понимать, что претензии от госорганов, они такие комбинированные, их можно рассматривать с разных сторон. Например, если налоговые органы обращаются, предъявляют претензии руководителя и главного уголовства и говорят о том, что вы что-то недоплатили или где-то ошиблись. Соответственно, компания эту сумму должна доплатить и плюс накладывается некий штраф на виновное лицо, в данном случае, главного бухгалтера, персональный штраф. Так вот, персональный штраф и вообще, в принципе, штрафы на наши законодательства, они не покрываются, это является страхованием противоправного интереса. Если можно было страховать штрафы, можно было бы купить полис и ездить на красный свет, понимая, что штрафы за тебя доплатят в страховщину. То же самое с этой суммой недоимки, которую будут пытаться взыскать налоговые органы. То есть компания должна вернуть то, что она недоплатила. Возможно, другая ситуация, когда предъявляется штраф компании и теми же налоговыми органами большой штраф и требуется взыскать некую сумму с этой компанией. Акционерам эта ситуация может не понравиться и они могут уже предъявить претензию по самому главному бухгалтеру или по руководителю финансового блока о том, что по причине его неправильной организации работы в компании была допущена эта ошибка и уже пробует взыскать сумму с этого несчастного руководителя. В этом случае штрафовщик будет его в первую очередь защищать, а уже впоследствии будет, если будет принято решение о том, что этот директор, руководитель виновен и в его действиях нет противоправного умуса, будет платить. Хотел бы отдельно поговорить о умышленных действиях директора, о которых тоже говорил Дмитрий. Здесь важно понимать, что действия директора любого, подписывает он договор, принимает решение и так далее, оно умышленное. Он же не случайно подписал договор, делал ручки и тут договор подчисался. Он сделал умышленным и не покрывается договором о страховании ответственности директоров в случае соответствующего решения суда. Именно не просто умышленные действия, а противоправные умышленные действия. То есть действия, направленные на совершение этого противоправного умысла. И тоже важно понимать. Здесь на следующем слайде также представлена структура страхового покрытия, о которой рассказывал Дмитрий. Я подробно на ней останавливаться не буду. Здесь никакой разницы принципиальной нет, кроме того, что современный договор страхования ответственности директоров никак не ограничивает право страхованного лица обращаться либо по секции А, либо идти в компанию за деньгами, для того, чтобы компания помогала ему защититься. То есть если в первых полях когда-то была некая маршрутизация, потому что директор должен сначала идти в компанию, просить, чтобы компания его защитила, и только если это невозможно сделать, обращалась к страховщику напрямую, то здесь сейчас таких ограничений нет. И любое страхованное лицо может напрямую идти и обращаться к страховщику. Вот эта возможность, она также привела к тому, что она нивелировала франшизу, которая есть в этих полях страхования. Дело в том, что исторически и до сих пор по секции А никогда не устанавливаются франшизы в полях страхования ответственности директоров. А в секции В эта франшиза была, и величиной этой франшизы можно было каким-то образом регулировать страховую премию. Понятно, что чем больше франшиза, тем меньше должна быть премия. А сейчас, если мы говорим о том, что директор может в любом случае обратиться по секции А напрямую, то изменение франшизы в секции В для того, чтобы она повлияла на премию, должно быть очень большое, должны быть значительные суммы. Только в этом случае это может влиять на премию. Поэтому сейчас большого внимания франшизам по секции В не осуществляется. Здесь собрана общая комбинированная информация о том, что же сейчас происходит в страховании тестов директоров. Еще полгода назад вот этот слайд был весь в иностранной валюте. Учитывая те курсовые колебания и неопределенность с перестрахованием в валюте, которая сейчас есть, все эти суммы в рублях и они показывают те реальные лимиты ответственности, которые сейчас существуют. Понимаем, что лимит ответственности ограничивается примерно единицами миллиардов рублей. Здесь написано 3,5, но, собственно, есть поле с 5 миллиардами, но выше, наверное, сложнее собрать на российском рынке, только если российская национальная перестраховочная компания готова будет принять этот приезд. А франшизы, видите, то, о чем я говорил, франшизы, они имеют достаточно широкий диапазон и, собственно, практически не влияют на премию. Собственно, исключения. Вот те самые исключения, по которым мы уже прошлись, написано простым языком, это уголовные деяния, по сути, это умышленные противоправные действия застрахованных лиц. И мы должны понимать, что это исключение работает только после того, как решение суда или приговор в данном случае вступает в силу. То есть страховщик защищает директора, по сути, до апелляции, потому что после апелляции приговор уже вступает в силу. И если мы говорили раньше, первоначально в старом поле страхования ответственности директоров, у страховщика была возможность потребовать обратно произведенные ранее расходы на счету, то есть вот тот первый элемент покрытия, именно финансовый риск, риск несения расходов. Если страховщик понимал, что директор виновен, приговор в отношении к директору СИО, его действия есть противоправный умысел, то прямо в договоре страхования было прописано. Страховщик имеет право потребовать эти деньги обратно. Но практики взыскания этих денег обратно реальной или нет, потому что если директор виновен, он должен компенсировать тот ущерб, который понес из-за его действий некое третье лицо, либо его компания, плюс там выстоит с очереди с других аудиторов, и страховщик в этой очереди будет чуть ли не самая последняя. И реальных взысканий этих денег обратно, их, собственно, не зафиксировано. Поэтому в современных полисах страхования ответственности директоров страховщик зачастую отказывается от возможности получения этих денег обратно, и этого пункта договора уже нет. Следующее исключение – это право ответственности, о чем мы уже говорили, приводя пример и врача, и Дмитрий приводил много интересных примеров. Что касается предыдущих иск, понятно, что нельзя застраховать дом, который уже горит. Если есть какие-то претензии, то страховщик может выдать полис страхования ответственности директоров, но все, что было до момента начала страхования, он исключен. Да, ну и любимое исключение – это отмывание денег, его почему-то прописывают отдельно, но по факту отмывание денег – это те же уголовные деяния, те же мышечные противоправные действия, и смысл прописывать это исключение отдельно нет. Про страх и пение и прочие вещи мы уже, собственно, говорили. Вот такая табличка, как говорил Дмитрий, поэтому останавливаться на ней не буду, связанная с временными переговорами страхования ответственности директоров. И сразу хотел бы перейти даже не к наиболее громким случаям, которые мы обсудили, а вот к тем, что происходит сейчас в страховании ответственности директоров и перестраховании этих дисков. Основной емкостью для перестрахований этих дисков до начала уже дистанционной войны – это был онлайн-перестраховочный рынок. Западные перестраховщики, они охотно принимали для себя видную долю российских страхований о страховании ответственности директоров, но теперь мы понимаем, что этот рынок, он для нас закрыт, в том числе с выступлением силы 55-го федерального закона. Но еще до этого закона российские страховщики перестали перестраховывать эти диски, понимая, что санкции применяются настолько неизбирательно и неподсказуемо, что любой перестрахованный юрист может завтра стать санкционным. И да, страховщики и западные перестраховщики скажут, что все отлично, да, мы вам должны дедить, но заплатим за санкции с ним. А когда это произойдет, мы сами понимаем, что, скорее всего, это будет не скоро, это вопрос в ближайших пяти лет, скорее всего. Поэтому вариантов у российских страховщиков было очень немного. И все российские страховщики начали увеличивать собственные держатели. То есть по некоторым рискам держание доходит до полутора-двух миллиардов рублей, я имею в виду на одного страховщика. Соответственно, три-четыре страховщика, которые вместе занимаются перестрахованием, могут собрать некую емкость. Ну и есть российская персональная перестраховщая компания, которая самостоятельно предоставляет емкость. По сути, это емкость центрального банка, мы все понимаем, да, то есть по сути, часть рисков, она передается в государство. Вот такая картинка складывается сейчас на нашем рынке. Я думаю, что в ближайшие год-полтора вот эта ситуация точно не изменится, как будет развиваться рынок дальше, пока трудно сказать. Многие предлагают надежды на азиатские перестраховочные рынки. Мы даже начали диалог с некоторыми китайскими перестраховщиками, даже есть какие-то предодуманные перестраховщики. Но мы должны понимать, что понять, как ведет себя перестраховщик, можно не при заключении договора страхования, а только при получении доли в выплате убытков, и только после этого будет понятно, насколько этот перестраховщик будет наделать. Вот такая картинка на сегодня. Если какие-то вопросы есть, готов. Спасибо большое. Не включайся, не включайся. Какие вопросы? Мы сразу раз, последний слайд убрали. А можно? Да-да-да. Я вам, в принципе, последний хотел. Тоже посмотри. Да-да-да-да-да. Здесь описаны те страховые случаи, которые вы вкратце обсудили. Какой включитель? Последние лет доставили? Можно громкие случаи. Соответственно, можно чуточку поподробнее, если уже все-таки идут публичные слушания, то стало причиной предъявления иска руководству Промсоездбанка? Слушания там не публичные, поэтому я все не помогу. Потому что они открыты. Раскрывать не могу. Директорам Промсоездбанка были предъявлены претензии, в которых написано 8 эпизодов. Каждый из эпизодов, понятно, что ответственность предъявляется в Солидарном 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 Солидарном, каждый из 8 эпизодов в любом случае больше, чем тот страховой полис, который у них есть. Полис, который был у Промсоездбанка, у директора Промсоездбанка в тот момент, это лимит 100 миллионов долларов США. И в настоящий момент мы, собственно, ждем, чем закончится рассмотрение этих претензий в судебном порядке, и уже после этого будем принимать решение о выплате страхового возмещения. Но юридические расходы несете? Да, абсолютно. Аналогичная претензия предъявлялась директорам банка открытия, бывшим директорам банка открытия. Вот, и вот мы видим претензии, связанные с конфликтом банки в Восточном. То есть, как правильно сказал Дмитрий, финансовая сфера, именно финансовые институты, страхование отверстия директоров является наиболее рисковыми объектами, и страховщик подходит к оценке этих рисков уже более занимательных, и эти все претензии, они, вот, мы видим, да, что есть в случае в случае самый громкий, где это института в случае. А какая здесь роль Инго Страха как компании, которая, с одной стороны, на себя принимает, скажем, обязательства компенсировать юридические расходы и сумму исков, с точки зрения оценки того, подпадает это под покрытие или нет, или для вас будет решение суда достаточным для того, чтобы произвести выгод. Решение суда подтвердит, скажем, какие-то обстоятельства, ситуации, но это далеко не всегда может быть, скажем, основательным доказательством того, что должно произвести страховую луку. Это же все-таки разные, разные истории, страховое обязательство и, я не знаю, это уголовные процессы или гражданские. Здесь все очень просто, здесь можно даже посмотреть на громкий страховой случай, это касается любого страхового случая, как только директору предъявляют претензию, это уже страховой случай в части течения расходов. Страховщик начинает эти расходы за защитную плачу. Дальше все зависит от того, чем закончится судебная разбирательность. Первый вариант самый простой, директор оправдали, полис продолжает действовать, страховщик заплатил только расходов за защитную. Не обязательно оправдали, все-таки не обязательно уголовка там должна быть. Хорошо, признали, признали претензию не обосновываться от третьего лица, либо кого-то еще. Второй вариант, когда все-таки претензии предъявляются обоснованных. Здесь дальше зависит от того, есть, мы берем решение суда и, собственно, читаем, что там действует. Если есть противоправный умысел на совершение, ну, просто такие случаи, это уже не гражданский процесс, да, это уголовный процесс, если то уголовка, простым языком говоря, то приговор вступил в силу, страховщики выплаты прекращали. Если это гражданский процесс, где кто-то стоит именованным, никаких к нему нет претензий связан с противоправным умыслом, страховщик плачивает ту сумму, которую судебный не выходит. Можно добавить, пожалуйста, в этот вопрос. Пожалуйста, пожалуйста. Важный момент стоит, что страховщик оплачивая расходы на юристов, он проводит постоянные консультации с юристами, точнее даже юристы согласовывают соответствующие расходы, регулярно предоставляются суметы, и юристы, как правило, они понимают, что их расходы возмещаются страховщиком. И поскольку юристы это понимают, то они должны уложить 100 миллионов долларов по кейсу, по кейсу справа. Он формулирует соответствующие решения. Ну, не сами, если это не верят, но я имею в виду, они... Суд всегда независимый. Я все-таки здесь была бы аккуратнее. Не совсем так. Они стараются избежать неясных таких прямолинейных, точнее наоборот, достичь достаточно прямолинейных формулировок, чтобы можно было использовать договор страхования. Вот что я хотел сказать. Ну, это может быть и миссиюс такой конкретный со стороны юристов. Принуждение появления таких формулировок. Я сначала не понял, что коллеги, ты чувствуешь, что нужно в другую сторону. Партнер юридической компании Ковалевской души. Да, очень приятно. Коллеги, юрист всегда хороший юрист, а тем более адвокат, он связан определенными нормами не только закона, но и этики. У адвокатов есть кодекс профессиональной этики. Юрист, в принципе, юристу не чуждо общее положение гражданского кодекса о конфликте интересов при действии в ту или иную сторону. У адвокатов это чуть более четко прописано. Поэтому здесь я бы, с одной стороны, попытался бы смягчить мысль о том, что юрист, который работает в интересах доверителя, он не согласовывает свою позицию со страховой компанией, противоречит логике и этике. То есть в том случае, если я начинаю согласовывать как адвокат свою позицию со страховой компанией, я вынужденно раскрываю информацию, действую, могу действовать, рискую действовать против интересов своего доверителя. Это недопустимо, в принципе. Поэтому в страховой компании, как правило, мы в таких случаях оставляем счеты. Да, как страховщик подтверждаю, что мы часто говорим о том, что те адвокаты, которых мы вместе со страховым лицом и директором выбираем, говорят о том, что, естественно, они не могут раскрывать общую информацию, и мы этого не требуем. Мы получаем отчеты в виде общих цифр, условно. Готовился к заседанию два часа, был на заседании суда два часа, проводил беседу со свидетелем три часа. Вот в таких общих формулировках мы получаем эти сметы. И здесь мы вместе, нужно четко понимать, что мы вместе со страховым лицом и с его адвокатом, выбранным нами вместе, ну или одобренным нами, находимся в одной лодке. Чем лучше мы все вместе действуем и лучше защитим страховым лицом, чем меньше вероятность того, что нам придется потом оплачивать ту претензию, которую подъявляют. И здесь страховщик, он не экономит. Поэтому здесь мы действуем все вместе. Ну, в любом случае, понятно, что вернемся к главному вопросу, который был задан. То есть судебное решение по кейсу, по предъявлению истории, оно для страховщика является окончательным для страховой выплаты или все-таки у страховщика есть право не то, чтобы оспорить, потому что смысл не в оспаривании, а не признать судебное решение достаточным доказательством страхового случая. Если это не приговор, в котором написано, что некий директор Иванов Иван Иванович, имея умысел на хищение действий, он привел их на Кайманово острова и попытался с ними скрыться, но был задержан, то здесь мы, конечно, не заплатим. А если он действует добросовестно... Если все-таки с Каймановых островов вернуться, в этом случае, когда понятно, что кейс не подпадает под страховое покрытие полиса, у Ивана Ивановича, поименованного выше, возникнет обязанность вернуть деньги на его юридическую защиту? Зависит от того, как прописано, как это указано на договоре страхования. Есть договоры страхования, в которых это обязательство, есть, есть те, в которых нет. Последние полисы, которые я видел, которые мы делали, эти обязательства спасутся. И какова разница в цене? Разницы в цене нет. Дело в том, что несчастный Иван Иванович будет, должен столько денег вернуть, что вероятность того, что мы получим свои деньги обратно, она стремится к нулю. В этом нет смысла. Будет учить педитору в последних счетах. Даже если вы и будете в последних счетах. Главное, чтобы… Ну, хорошо, допустим. Это же все зависит от того, что… Мы обратимся в суд. О том, что этот Иван Иванович должен нам денег. Мы этот суд выиграли с большой долей вероятности. Но Иван Иванович нам денег не заплатит. А налоги мы платить будем с этой суммой. Поэтому экономического смысла нет. Нужно поэтапно, на мой взгляд, начать рассматривать ситуацию. То есть, если вы позволите, я вмешаюсь в диалог. С другой стороны, немножечко, судебное решение не будет, может не быть окончательным аргументом для выплаты. Но это факт. Оно будет окончательным аргументом для невыплаты. В том случае, если будет установлена форма вины. И будет установлена немножко только форма вины. И непосредственно формировку ГК нужно помнить. Там умышленное причинение вреда. Я пришел на диалоги о том, что в любом случае мы говорим про умысел. Все действия умышленные. Но тут важно понимать. Это было умышленно направлено на причинение вреда. И человек понимал, что он делает. У него была цель. Именно в этом состоящая. Либо это сопутствующие ущерки. Извините за выражение. Причиняющие в юридическом. Это первый момент. Второй момент. Если есть судебное решение. И в этом судебном решении установлено факт того, что взысканы убытки. Вина у нас так или иначе в соответствии с общим составом убытков в статье 15 Гражданского кодекса прописанной. И в 1069. Она у нас состоит из четырех элементов, где вина, собственно говоря, презюмируется. Опять, какая четко прописана. Суд может не уделять достаточного внимания непосредственно этому элементу. Происходить это может в том числе, когда основной целью, главной целью, которая стоит перед сопровождающим юристом, это та цель, которая поставлена доверителем, исключительно убрать полностью ответственность. То есть не идет каких-то дополнительных целей не ставится, не идет размытие цели. Есть одна цель. В этом случае юрист работает исключительно не над формулировкой, а над финалом. Если финал не удается отстоять и лицо привлекается к ответственности, про вину, может быть, ничего не написано. Есть составы гражданско-правовые и банкротные, которые предполагают крайне интересные вещи. Допустим, у нас оспариваются сделки в рамках процедуры банкротства, которые совершаются директом неразумно и недобросовестно. Вот неразумно – это неумышленно, безумно, без цели. Недобросовестно – это скорее с целью причинать вред. А статья одна, и суд, ссылаясь на эту статью, в 99% случаев не будет разбирать, что именно было, потому что для состава гражданско-правового основания взыскания убытков это неважно. И в этом смысле я предвосхищаю приход подобного клиента к страховую компанию и полагаю, что если даже убирать какие-то двусмысленности, трехсмысленности, у страховой компании должен стать вопрос. А это было умышленное причинение или нет? Так как суд по этому основанию не разобрался, дальше просто возможно только наиболее эффективен с точки зрения страховой компании анализ документов, выработка правовой позиции. И в том случае, если они видят, что скорее недобросовестно, чем неразумно, они отказывают выбрать. А дальше мы возвращаемся к ситуации, которую, собственно говоря, коллега очень хорошо описал. Лицо, которая застрахована, прекращает доступ к финансированию на ведение каких-либо юридических батарей, тем более это уж со страховой компанией. У него выстраивается очередь кредиторов, которые пытаются перекрыть все возможные способы, кстати говоря, в том числе финансирование юридической помощи. И в этом смысле он остается один на один, и он скорее не пойдет взыскивать страховую компанию, просто потому что ему нечем платить. Ну и сходы здесь, возможно, мы сейчас не рассматриваем экономику всех хитросплетений, в которых может оказаться человек. Просто ситуация, которая имеет место быть и, которое скорее нужно принимать во внимание в бизнес-ориентированном мире. Вот у меня на самом деле было именно такое впечатление, что, ну окей, судебное решение в том случае, если это уголовный состав, с ним все понятно, да? То есть там доказана вина, там доказана умысел, там доказано все остальное. Даже срок упадет. Даже срок упадет. И тут возвращаемся к вашему прошлому, извините, пожалуйста, вопросу и взаимосвязь. Почему, собственно говоря, у страхователя адвокат независимо от страховщика? Потому что может быть размытая цель. Может быть цель дополнительная – работать над тем, чтобы в любом случае, даже если имел бы место быть установлен факт привлечения к убыткам, суд бы пришел бы к этому выводу, то чтобы при этом было бы четко прописано, что не было умышленного причинения вреда. Вот здесь вот и наступает тот самый принципиальный момент возможного конфликта интересов. Потому что со стороны страховщика у него, естественно, по бизнес-ориентации существует двилка либо не привлечения к ответственности, если уж привлечения, то, так сказать, с полным максимальным установлением вины. А у страхователя у него стоит либо непривлечение, либо привлечение с установлением неумышленного причинения вреда. В этом вот существует основное различие. То, почему, во-первых, адвокат должен работать непосредственно у страхователя, и, во-вторых, почему все-таки решение, оно имеет значение, но оно зачастую не является окончательным. Те кейсы, которые у нас были, это была либо уголовка, все понятно, либо это гражданский процесс без указания никакого противоправного умысла. То есть у нас не было таких граничных ситуаций, о которых, вы говорите, но они, вполне, не могут возникнуть. Тогда нам самим уже потребуется консультация, возможно, внешних юристов, которые будут нам помогать собраться с тем, что происходит, но если на все время... Я все время занимаю... Можно какой-то там был, наверное, третий слайд? Самый начальный. Стоп. Вот здесь мы... Смотрите, здесь акционеры. Падение стоимости акции в результате неверно принято. Прешение, ошибок в отчетности, публичных заявлений и других действий. И в том случае, когда это листинг российский или зарубежный. И действительно падает цена акций. Вот сейчас. Все обвалились до неприличных уровней. И если бы я была тамошним резидентом, я бы, наверное, уже скупила все, что там как промыска обращалась. И резерванты. Понятно, что, как сказать, то, что пройдет, жить дальше придется все равно. Вот. Тем не менее, огромная масса заинтересованных лиц на той стороне. Плавельцев акций, поименованных компаний. Вот сейчас они в каком положении находятся? Они имеют право по этому первому покрытию? Кому они приняты? Газпром, Субербанк. Он... Он... Конечно, есть. Не, ответственность... Какая, наверное? То есть падение... Не форс-мажор, не раз. Это даже не война. Происходит не по вине директора. Все правильно. Просто в убытках, кроме вины, у нас с вами есть факт причинения убытков. Это в данном случае вот эта вот корреляция стоимости акций, резкое уменьшение. А дальше... Ну, то есть вот мы про вину, допустим, она презюмируется, но она опровергается. Если это не источник повышенной опасности, она не презюмируется. То есть она все равно причина. Она предполагается. Вы должны доказать, что он виновен. Это не на праве. Предъявить предъявление директору можно. Даже если ничего не происходит, его можно предъявить. И надо доказать. Так как вот на этом аспекте я делаю большие акценты, буду делать все-таки вина в гражданском праве, она доказывается ее отсутствие, а не наоборот. Вот в уголовном процессе у нас всегда с вами доказывает непосредственно прокурор, который на основе заключения документов следователя действует. Он доказывает вину. Если вина не доказана, то все. А в предпринимательских отношениях, я, может быть, должен просто сузить вот здесь, то есть не в любой гражданских, а в предпринимательских отношениях у нас предприниматель всегда действует на свой страх и риск. И он всегда презюмируется лицом, который ответственно за то, что он совершил. Отсутствие вины он доказан. Понятно. Я сейчас не об этом говорю. Там огромное количество миноритариев на той стороне, которые напокупали всех этих акций. И вот сейчас текущий экстрим мы, может быть, не берем, оставим его за скобками, потому что непонятно вообще, в связи с чем эта ситуация состояла, с ограничениями с той стороны или с ограничениями с этой стороны и так далее. Но, предположим, существенно более низкий доход генерирует та ценная бумага, которая мной куплена. Вот здесь этот элемент покрытия для меня является одним из самых сложных во всей конструкции. Я же могу, в принципе, как миноритарий говорить о том, что в проспекте эмиссии мне не дали полную информацию о компании, о том, как она устроена. И вот это повлекло за собой мое решение ее купить. А если бы те директора, которые отвечают за составление проспекта эмиссии, пусть и со соответствующего требованиям листинга раскрыли мне больше информации о том, как принимаются решения, каков инвестиционный пакет, повлиявший на те временные результаты и так далее, я бы никогда их не купила. Это четвертый элемент страхования теста с директором, называемый полис пози, паблик ординг шэрин шнурс. То есть именно для компаний, входящих на IPO, ну или SPO, страхуются именно татенции, связанные с подготовкой к IPO и последующими рисками, которые возникли. Здесь я не дмитрий этот элемент не освещал, но вот то, о чем вы говорите, ошибки проспекта эмиссии, они как раз содержатся в этом покрытии, о котором мы сегодня не поговорили. И действительно, если кто-то из директоров по ошибке не укажет какие-нибудь страновые риски, риски, ну, всем и так понятно, начало каких-нибудь объявленной или необъявленной войны и так далее, и это приведет к снижению стоимости ценной бумаги, то у миноритария будет формальный повод предъявить претензию к компании, это именно претензии не к директору, а к компании, связанные с тем, что он недополучит какой-то доход. Это действительно такой элемент покрытия есть, но, как правило, в проспекте эмиссии указываются все возможные и невозможные риски для того, чтобы не допустить такой ситуации. И уж такие обычные вещи, как начало какой-нибудь войны, это, к счастью, необычная вещь, необычная. Это абсолютно точно в любом проспекте эмиссии прописано. Там есть более тонкие риски, связанные с изменением конъюнктуры рынка, зависимости от того, чем занимается компания и так далее. Эти вещи тоже указываются, то есть проспект эмиссии составляют достаточно грамотные люди, как правило, и они понимают, что должно быть указано. Вот эти иски, если мы размещаемся, предположим, на бирже в Сингапуле или в Лондоне, и понятно, что это размещение регулируется тем правом, а не правом страны эмитента и так далее. Приобретаться они могут миноритариями где угодно по своему физическому месту проживания и так далее. Вот как в этом случае решается вопрос, особенно с миноритариями, они все-таки еще в большинстве своем и физические лица могут быть, да, и подпадают под все законы защиты прав потребителей, особенно при приобретении финансовых услуг. Как этот клубочек-то развязывается, особенно для такого страховщика, как Ингострак, который все-таки, ну, например, локализован в Российской Федерации и точно не может знать право каких-нибудь Ниерландов, где находится один из миноритарий. Нам для этого, к счастью, не надо знать права других стран, то есть в договоре страхования сразу ограничивается юрисдикция, да, в которой он может действовать. Ну, если бы мы говорим про весь мир, то, соответственно, если протенция продается, подается юрисдикция другого государства, то и, собственно, нанимаются адвокаты, которые в той юрисдикции работают и могут защитить директора в том месте, где ему требуют. А можно тогда как-то ориентировать вот по такого рода случаю судебный кейс? Я понимаю, что я уже давно вылезла за все, как это сказать, тайм-лимиты, которые у нас есть, но уж больно интересно с профессионалом. Вот в этом случае, если можно уточнить по подобного рода кейсам, реальная стоимость юридических расходов? Она может быть очень большая. У нас были кейсы, связанные много лет назад. Мы участвовали, как один из страховщиков, в страховании ответственности неторов Менчелла, и господину Людину была предъявлена претензия в рамках американской юрисдикции. Когда он не пришел на совещание к президенту, и президент говорил, что все, он заболел, надо вызвать доктора. И в этот момент она вызвала адрес, и один из миллионитариев предъявил тензию директору, господину Людину, о том, что из-за его действий он, причем он не покупал и не продавал ничего в этот момент, что он потерял бы некую стоимость вот эту разницу. И только на защиту от этого иска тогда было потрачено чуть больше миллионов долларов. А в российский был, да? Давайте я здесь добавлю. Мы их замерили. По расходам на защиту в Европе мы делали след, запрашивали наших партнеров в среднем, в среднем значении в районе 3-5 миллионов долларов. По случаях, да. По российским расходам на защиту. По большому случаю. Средний. Средний, да. В США это выше, опять же, мы запрашиваем нашего партнера, это около 8-9 и максимально у них ворот есть 12 миллионов. То есть это около 10% от лимита, несмотря какой лимит. Я понимаю, да? Окей. У меня вопрос, Антон Павлович. Почему все-таки 200 полисов, а не 20 тысяч? Поскольку все-таки это актуально в нынешних условиях, будет увеличиваться количество полисов или уменьшаться? В последние годы мы наблюдаем значительное увеличение количества полисов. В последние годы, что будет происходить сейчас, мы пока не понимаем до конца. Но к российским строковщикам переходят строкователи, которые строковались в дочери иностранных компаний, строковщиков, которые были представлены на российском рынке. И все эти клиенты, в основном, это тоже клиенты, являющиеся начальными компаниями западных компаний, которые представлены на российском рынке. И в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, то есть остальные компании не будут, мы будем видеть тенденцию на дочери. Сохранится интерес к этому полису? Нет, я думаю, что интерес сохранится, интерес обусловлен практикой. А чем дольше мы этим занимаемся, тем больше практика предъявления тенденции дектора, причем отображения крупных тенденций, цивилизованных. Если мы вспомним середину 90-х годов, то тем кто тенденции не предъявлял. В Англии представили пистолет в голове, и просили предпоследовать все имущество, иначе закончили. Все обсуждается. Сейчас правовое поле совершенно другое, и таким вещами тоже занимаются. Все потенциальные цивилизованные. Пожалуйста, платите денег. Отмечай на все рубли. Вот именно это, в первую очередь, является триггером того, что растет количество полисов, в основном, в зависимости от того. Это первый момент. Второй момент. Почему их не так много, как хотелось бы? Этот риск до конца, на мой взгляд, даже психологически, не всегда осязает. Если у человека есть машина, он понимает, что это может произойти, он покупает, как минимум, полис ОСАГО, он обязан это сделать. Если машина дорогая, чинить ее, если ему не хочется, он покупает полис ОСАГО, понимает, что машина может что-то учиться. Точно так же с домом, с квартирой меньше вероятность, но тем не менее пожары, кто не отменял. представить, что директору предъявить претензию, может только опытный, так как самому директору. Может быть, помочь директору сделать вид, попытаться сделать нечто вроде в медиалонного, предъявить претензию? Нет, нет, нет. Я правиль. Ну вот сейчас основной драйвер это АСВ, это банкротство? И вот это субсидиарная ответственность, которая догоняет? Если к нам приходит директор и говорит, меня интересует принцип субсидиарной ответственности, никто ему полис уже не продаст. Если он пришел с таким вопросом, значит, завтра ему предъявят претензию. Мы оцениваем финансовое состояние самой компании, которая к нам обратилась, мы читаем все слухи, сплетни, все, что есть, интернет, пожалуйста, справочные правовые базы всякие и так далее. То есть по ним полис ДМС не продается? Нет, абсолютно верно. Если мы видим риск банкротства, если мы видим, что компания год в год терпит нарастающие убытки, то, что подаст полис на хавательность из директоров, такую компанию никто этого не сделает. Давайте последний вопрос задам. Мы перейдем к следующему выступлению, а то нам столько анонсировали до 30 минут назад, что все. Это Андрей. Вопрос такой хотел сказать. Насколько часы в вашей практике, 200 полисов, я понимаю, не очень репрезентативные, но тем не менее, вы же следите за тем, как рынок развивается. Насколько часты случаи, когда компания сама предъявляет иск директору, в том числе и после его увольнения? Как правило, эти моменты совпадают. Увольнения директора предъявляют претензии. И к действующим директорам предъявляют претензии. Это самый сложный для страховщика случай, потому что страховщик оказывается как-то, 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 страховать. Потому что у нас есть страхователь и есть страховное лицо, которое мы обязаны защищать. А страхователь начинает спрашивать, а сколько там потрачено было денег? Я на страхователя, я имею право знать, что происходит с полисом. Плыварно пытаются говорить о том, что вы не могли бы не платить так дорого таким-то адвокатам, они их хорошо защитят, а нам еще и мало денег потом останется. То есть эти случаи сложные, они индивидуальные и такие случаи частые. Сейчас была попытка, я не знаю, по-моему, так не закончить, то есть не приняли, не приняли, не внесли изменения в законы в соединенных общества, хотели разъяснить в октябре-ноябре. Мы участвовали в разработке этого законопроекта и говорили о том, что законопроект должен нести конкретную страховую ответственность с диктором путем изменения закона ОППАО и закон об общественной ответственности. Это не обязательно это справедливости? Нет, нет, нет. Там никакой обязательности нет, но там разъясняется о том, что, например, страховать, то есть там легализуется то, что и так приобрело практическое применение за все это время. Это бы тоже способствовало тому, чтобы этот вид был более популярен. А вам это надо? Потому что как только что-то обретает букву закон, это как вот разумно и добросовестно, да? Простите, что значит неразумно? Он что, дитя малое, двухлетнее, у него 2 плюс 2, 8 получается? Это неразумно, да? Нет, мы же принимали участие тоже как одна из сторон в разработке этого законопроекта и объясняли и коллегам из Минека, и коллегам Бенфина, и коллегам ССБ, как это правильно должно работать, потому что первые варианты этого законопроекта не имели ничего общего с реальностью, и там можно было даже покрывать мышленно-противоправные действия на страховке. Я помню, что там умысел был включен, что сообщество от этого тихо присело. мы объясняли, то есть есть отдельный вид страхования, страхование преступления сотрудников, когда сама компания может страховать себя преступления сотрудников, но когда застрахованное лицо, по сути, сам себя страхует своих собственных преступлений, это разные вещи, и нам бы очень тяжело объяснить инициаторам этого проекта вот эту разницу. Как раз это утверждение, что полис ДНД это договорный для компании, чтобы она как-то попыталась с помощью его выкупить свои убытки. Но здесь же многих это было всегда понятно, то есть хотелось сделать конструкцию, при которой страховщика можно условно говоря заставить осуществить выплату на основании судебного решения, тогда, когда у нас возникает вот эта субсидиарная ответственность, особенно по искам АСВ, при оспаривании ранее совершенных делов в период двух лет или трех лет сейчас уже, наверное, насколько я помню, до банкротства. И вот здесь паровоз бы покатился со свистом. страховщик риск тоже оценивает и директор еще и защищает. У вас будет судебное решение, я не случайно так много вокруг этого места протопталась, что называется. Вот здесь у вас будет судебное решение, у вас здесь будет АСВ, у вас будет здесь доказательство всего и вся, извините, с вас мы деньги берем, а дальше вы в порядке регресса с виновного лица делайте, что хотите. В общем, в текущих реалиях законопроект приобрел нормальной формы и мы ждем, когда он принесет. Ну, я, как обычно, всегда высказываю опасения, что как только что-то в букве появляется, дальше начинается очень сложная ситуация, в том числе и для юристов, и для страховщиков, пройти между этой ссылой и хорритой. Не, на самом деле там очень много было участников в этой законотворческой деятельности, это было юридическое сообщество и сообщество страхователей, которые тоже выступали в НИЗА. И Банк России, да? И сообщество с помощью. Как только там такие монстры появляются, как заинтересованные лица, тогда надо понимать, что... Ну, я думаю, что мы пойдем показать законопроект стать незаконным, мы можем еще раз собраться и обсудить... Без сомнений, самое главное, чтобы оно не стало обязательным. Обязательства там никаких нет. Обязательное страхование чем опасно? Нужно создавать фонд, нужен отдельный регулятор, вот на крыса, Если страховщик банкронист, то кто за него будет платить? Там много вопросов. Совсем не обязательно. В случае, когда формируются фонды и в России и за рубежом штуки, да? Это тогда, когда у тебя массовые потребители от этого зависят, и это преимущественно и почти исключительно это все, что аналогично ОСАГО и это, соответственно, страхование на случай катастрофы. Тогда, когда же ее и все так. Даже если тысяча полисов будет, положим, всего, никаких страховщиков, у него отозвали лицензию, либо он банкротится, за него что-то нужно заплатить. Ну, послушайте, когда страховщик банкротится и не происходит выплат, который связан с пожарами и всем остальным, почему не может? Может. Может, все может. другое дело, что это страхование ответственности, это другая история, да? Эти активности тоже не ограничены, да? Другая. Окей, давайте, давайте, как греки. расскажет об основных тенденциях, о том, что у него происходит. Вполне возможно, просветит нас, почему в любозе всего близь. Вперед, может быть, может быть. Но вот Дмитрий создал определенный дрипп вокруг моих слайдов, сейчас мы посмотрим. на самом деле, тема моих слайдов скорее касается того, почему все-таки существуют предпосудия для приобретения пользы для индону на сегодняшний день, для компаний, для российских компаний в том числе. А вот с другой стороны, действительно, какие вот последние годы происходят тренды, которые влияют на этот рынок. И, кроме того, мы немножко поговорим о том, какие есть формы организации защиты директоров от этих рисков. Соответственно, по поводу самой природы этих рисков, пересекаясь со слайдов предыдущих спикеров, надо сказать, что основные предпосудки для определения претензий стоят в действиях директора, которые могут не соответствовать интересам компании. Это могут быть какие-то действия связанные с занижением стоимости оценки активов компании, либо искажением результатов действенности, решения о выдаче невыгодных кредитов и так далее. Вадение стоимости акций в компании, которые тоже спровоцированы какими-то решениями, действиями, действиями кадровая политика, все вопросы в области кадровой политики в области HR, это дискриминация, превышение полномочий, какие-то прочие нарушения прав сотрудников при увольнении, все это дает пищу обратить претензию на директора. Непродуманные публичные выступления достаточно такой претензивный кейс, когда руководящий сотрудник, топ-менеджер делает заявление в прейсе в результате на тысячи пазлы котировки акций компании, много ну и неизбежно там незнание упущение и так далее. В принципе, рекомендация Центрального Банка стоит в том, чтобы поле за ендовым директорами приобретался, но это что-то есть инструкция, письмо Банка России, а вот это специальный документ, который, в принципе, выражает позицию Центрального Банка. И, безусловно, все это существует нашей реальной жизни, поэтому говорить о том, насколько поле длинного принципа актуален для директора, для компании очень актуален. В риске достаточно много существует. Однако, если говорить о всем количестве компаний, которые на рынке работают, наверное, есть двух компаний, которые наиболее актуальны, спаркования, и Антон, и Дмитрий говорили, что финансовые институты, банки это очередный клиент для пользы институты. Большое количество случаев, большое количество претензий на сайт агентства, там огромное количество случаев при обращении компаний. Компании, которые планируют размещение ценных бумаг и буржейми, ценных бумаг которые обращаются на фондовые рынки, в том числе на рынках иностранных, компании, которые покупают миноритарные акционеры, до недавнего времени это вообще было достаточно острым риском, который являлся водоразпелом, наличие ценных бумаг на зарубежной фондовой бирже это уже был таким сильным фактором риска, потому что такие тензии подавались вне иницией российской соответственно взбирались по законодательству США, Канады, Западная Европа это такие рынки на которых пресензии по ценным бумагам структурированная бизнес-практика и целые там огромные юридические компании работают таким образом и таким образом зарабатывают деньги. Наличие заплатных инвесторов и заплатных директоров в Совете директоров как правило определяет запрос на такое страхование директора просто сформировалась привычка этот полис эмирик опять-таки недавно в прошлом когда по многим советов директоров такие директора были но никто не подписывал в этот трудовой договор не принимал эту позицию таким образом естественно именно с этой группой компании работаем но это очевидно что у них не больше спроса к этому продукту график говоря который ссылался в своем выступлении мы говорили о том что вот эволюция экспричность рынка ДНО она проходит определенные этапы это график отражает наверное такую историю деревню российского рынка страхования ДНО первый полис был в 96-ом году в компании Билай полис был подписан на ДИАГ и интересно что с тех пор прошло порядка 5 лет начало 2000-х когда собственно говоря этот страхование начал набирать обороты то есть достаточно был долгий период времени когда никого активности не было я сам пришел в компанию в 99-ом году я достал это время когда уже был полис Билайна была практика был индон андорайтер а бизнеса не было и утверждали что произойдет дальше были дискуссии подменяется рынок мод в 2004-м году в основном на волне формирования становления рынка IPO российских компаний этот спрос начал расти и в течение следующих двух лет достиг достаточно значения вот эта кривая отражает в первую очередь стоимость страхования и здесь видно что в 2003-го года стоимость была максимальной если я не ошибаюсь средняя стоимость более средней 100000 долларов количество небольшое но стоимость была высока как я сказал буквально несколько компаний первые 4G когда мигировали на этом рынке занимались этим видом потом рынок начал формироваться очевидно привлекательным потому что стоимость полиса была высокая особо не было вот и собственно говоря приходить на этот рынок и игроки что привело к снижению стоимости страхования который достаточно долго этот тренд продолжался вплоть до 16-го 17-го года за это время может быть эффект который был оказан волной ICO российских компаний пошел на нет но при этом стало формироваться российское законодательство мы тоже поминали предыдущие поступления и восстановление фенома Верховного Суда это и мероприятия сенсированные по оздоровлению банковской системы большое количество банков которые были в этот процесс влечены субститарной ответственностью директора и так далее а потом в восемнадцатом году к этому набору скажем так изменения законодательных добавляются такие факторы новые в какой-то степени как экология как риски связанные с защитой персональных данных в конце концов это ковид уже в поздние периоды к чему это все приводит к тому что улучшается баланс аппетита ковчаков и мы уже видим с 2017 и 2019 года сильный рост по-моему это был период с 2019 и 2020 год когда 60% было влечения кратные да и это был сложный достаточно период и неожиданный достаточно большой здесь работа проводили в обессине трендовый рынок искали какие-то решения тоже наверное помню период решений вот вопрос как бы да интересно возникает что дальше будет происходить с этим циклом заниматься сфотографированием сегодня был бы наверное неблагодарным делом ну мне кажется что какого-то падения значений может быть и не произойдет сейчас мы видим по этому графику что он находится практически на своем экстремическом максимуме в 2002-2003 год мы будем наблюдать как будет развиваться эта ситуация и вне будет ракист компаний это скорее это пункты это коэффициенты изменение стоимость это не это не количество суммон это именно просто мы начали с единички я пояснил тысячный год в 2000-м год в единице как стоимость договора дима то есть в 2001-м году она принята была условно заединиться как базовое значение дальше считался абсолютно аналогичным образом показатель по каждому году и таким образом устраивалась динамика цены это в принципе видно даже по графику посмотреть 17-18 год в 19-м году начался рост и здесь скорее это хорошо помнить да и это было просто но здесь ключевой момент и вот на самом деле вы вот спрашивали вот я вот все хотел сослаться на этот слайд я просто хотел обратить ваше внимание то что например в прошлый период 2004-2005-2006 не было расиста законодательства оно не давало возможности полноценно привлечь директоров ответственности не было столько рисков не было и убытков не было культуры струкования диндова поэтому не было пользы диндов потом начало меняться законодательство пошли претензии а что лучше всего продает продукт это факт того как он работает собственно говоря пошли претензии опять же нужно держать вне что регулирование по пользу диндова она имеет долгосрочный характер достаточно много времени пройдет когда будет сделана полная выгода опять же нужно держать внешне зачастую это такой тонкий вопрос который не все хотят освещать публично рассказывать была острая нехватка таких публичных кейсов ну и сейчас появились новые листы вообще как сайбер любая кибератака зачастую приводит тензию директора которого обвиняют что он не организовал правильным образом защиту компании появились факторы ковид в том числе и от самой компании в том числе от акционеров и от самой компании я скорее сейчас не про Россию говорю я скорее сейчас говорю больше про запах потому что именно поэтому многие запахи сейчас очень стремятся ставить исключение директора для вас в том числе в России это еще не так не такой острый вопрос надо еще не забывать что позволяет заявить не только претензии обстоятельства некоторые страховщики уже получили уведомления обстоятельства связанные с тем что лизинговой компанией время будет вернуть самолет обратно директору пока нет но обстоятельства уже есть и все случаи уже даяло это но насколько они могут быть покрыты директор не мог предвидеть начало военной операции непосредственно обстоятельства расходы на защиту производства пока не нужно пока это не такая обстоятельства о том что лизинговая компания требует вернуть самолет страхователь таким образом столбил себе место в том договоре страхования который у него есть сейчас если из этого обстоятельства будет дотекать какая-то претензия к этому договору вернуться сколько бы времени не прошло но на зарубежных рынках из покрытия такой вопрос нет но если мы с этим слайдом могу сказать что действительно этот период когда до этого все искали какие-то оптимизации цены и так далее я сейчас плавно хотел перейти к вопросу уже организации этого страхования скажем так крупных компаний которые имеют международное присутствие опять-таки понятно с поправками сегодняшний день я просто скажу что они будут работать но тем не менее тем не менее в каких случаях необходима организация этого поля запитие международных программ необходим в том случае когда клиентам выступает компания достаточно крупная которая есть интересы активы за пределами России здесь принимать внимание такие обстоятельства что во многих страховых рынках которые вверх существуют практика и требования наличия местных страховщиков страховщиков предусмотрено полис страхования без наличия лицензии соответственно здесь понятие нон-адмитт иншурнс это в том случае когда страхование осуществляется за пределами юридической стороны и адмитт это когда осуществляет страхование таким образом международная программа страхование это в первую очередь такая совокупность скажем так договор в разных институтах которые объединяются в единую централизованную программу страхования с этим голосом в едином подходе кризису с этим облудиться на образование в центре такой международной программы мастер-полис вот и он поддерживается локальными полисами которые выдаются в различных странах все такие различия которые могут возникать всего разного причин между локальными и мастер-пограмма регулируется установка договор который вызывает динфакс и кондишн динфакс и лимитс которые позволяют нивелировать эти расхождения ну собственно говоря мы поговорили собственно в библе необходимы такие полисы вот на примере такого графика можно пояснить что допустим есть российская компания которая присутствует по всему миру работает российская компания приобретает полис DNO это мастер-полис который приобретается в России но который предусматривает покрытие директоров и приступ по всему миру вот в одном искусственном скажем по кейсе у нас есть интерес представительства компании в Европе есть представительства в Швейцарии есть компании которые находятся в Соединенных Штатах как в этом случае работает мастер-программа в Европе в силу того что компании работают на базе freedom of service FOS так называемый в принципе достаточно организовать такую выдачу полиса в одной из европейских стран которые входят в это объединение полис Швейцарии по слову Швейцария не является FOS требует отдельного полиса швейцарской компании и соответственно в США по законодательству там я пойду в локальную полису таким образом вот эта группа договоров она позволяет соблюдать локальное законодательство но самое главное за счет такой модели мы не допускаем двойного страхования или повторного страхования одного и того же риска существенная экономность в день до того чего мы начинаем в какой-то степени это была реакция ответ на рост цен и поиск каких-то решений которые позволяют оптилизировать цену но если вот сравнивать отдельный договор о страховании международную программу то мы можем без таких преимуществ очевидные международной программы отметить то что у нас есть единое зоничное покрытие для всех директоровских групп мы уверены что не будет никаких брешей никто не останется без покрытия программа ни про кого не забудет все будут страхованы вот да существенная экономия премии действительно потому что механизм он позволяет андерировать риск в целом они делают андракинг с учетом того что в принципе международных которые занимаются видом может быть достаточно большой список но тем не менее ограниченный и может случиться так что у одного страховщика кажутся риски с географией международной программой контролировать и избегать ситуации когда подмотра крючка оказывается слишком большой кусок риска вот но это естественно снижение сдержек администрирования в прочем переводит один полис чем 20 полисов ну и полная продачность при регулировании убытков то есть здесь очевидно претензия заявленная директором любой точки мира она будет рассмотрена в рамках мастер-программы это будет регулироваться глобально главным страховщиком скажем так мастер-серкопщиком и соответствует опять хилонике всего этого программ строения вот естественный вопрос возникает почему это насколько применимо сегодня понятно что после принятия организации международной программы из России невозможно на сегодняшний день это жалко этой стежки этой ситуации потому что эти преимущества которые впечатляли они доступны для ваших компаний то есть это был путь он отмитен либо это путь все-таки возврата к локальным полисам которые не будут непотреблены к международной программе это опять полусам и заражение от которого мы входили в программ в течение многих лет но с другой стороны проявить гибриджи надо сказать что для компаний которые имеют холдинговые структуру за пределами России такие компании есть этот подход еще актуален сохраняется наверное все по моей части если можно все-таки есть ограничения на реактивность а санкции введены вчера а случай произошел позавчера они будут платить или нет они не будут платить в связи с того что они не могут платить они бы и хотели заплатить если будет выпущена лицензия на какую-то банку если только АФАК разрешит сделать это если есть процедура конечно за пользу специального решения но это сложно сделать да нет это не очень сложно сделать это делают и такие что есть другая проблема у этих международных программ есть поизвимое место и это общий лимит связано с тем что например есть компания западная имеющая здесь начальник компания понятно что на Западе дается общий полис который действует во всей Европе и ничего нет в России российские саховщики должны посетить локальный полис он выпускает этот полис и указывает в нем лимит общей программы которая может распространяться на эту компанию но возможна ситуация когда на Западе произойдет строковой случай и этот лимит не полностью исчезан а доказать потом российском суде что мы не можем заплатить второму случаю произошедшему в России потому что где-то там исчерпался лимит какой-то международной программы будет очень трудно и наши коллеги юристы присутствующие здесь юристы видят большую сложность с этим если российское локальное подразделение будет требовать выбор по своему российскому локальному полису мы сослаться с международной программы договора договора не причем есть опасения с труповщиков и поэтому часто по локальным полисам допускать достаточно мало вегипы в идеале можно 100 миллионов на западе и 100 миллионов в России можно такой вопрос задам немножко каверзный после того как в 2014 по-моему на 15 году закон об организации страхового дела претерпел существенные изменения в статье 4 пропала обязан страховать российский интерес по российскому страховщику то есть эта история достаточно еще при мою бытность в надзоре вот на 1994 году она появилась потому что какие угодно сейф-инвесторы и все остальное они пользовались как раз отсутствием этого прямого запрета и собственно этого прямого запрета сейчас в российском страховом законодательстве это естественно провоцирует вопрос вот те самые пресловутые международные программы проще ли скажем делать зоничное покрытие распространяющиеся и включающие Россию в том числе для международных компаний которые остаются здесь на российском рынке ну собственно его страх потеряет из своих 200 полисов наверное на 150 приблизительно так если такой подход будет но это решение проблемы для международных компаний которые в том числе связаны с российским мы выпускаем полисы которые глобально открывают компания в том числе представительство точку в Узбекистане я тоже должен давать полис некий в Узбекистане есть обязанность что местный риск должен сохранить местные строковки мы предупреждаем эту компанию о том что выплата может быть осуществлена только через выплате возмещения материалистной компании а дальше как она будет переводить деньги если у вас указаны сострахованные лица если это те самые физические лица директора и все прочее вы обязаны выплатить напрямую это же сплошь и рядом международных расчетов существует нет я говорю про те страны где должен быть свой то есть это обходится в любом случае есть такой законодательный запрет нет все равно это это сразу нестежками когда такого запрета нет ты можешь это сделать и ты можешь продумать процедуры выплат тогда когда это происходит потому что есть у нас выезжающие зарубеж есть у нас все что угодно у нас в любом случае на территории четвертых пятых десятых стран эти выплаты производятся мой посыл состоял в том что у нас нет запрета на то чтобы даже российские юридические лица страховали свои интересы зарубежных компаний по сути дело это возможно но здесь еще есть такой момент если мы возвращаемся в практике скорее фактическим вопросом в том что иностранные не хотят вообще трогать ассистеризм это другая история может быть и дешевле я это вспоминаю исключительно по тему перестрахования так как локальные дети международных группных компаний я бы сказала так наверное в зависимости от результатов прохождения перестрахования они или сами размещают свое перестрахование у локальных или у глобальных игроков или они опять же попадают под зонтичное покрытие материнской компании приблизительно та же самая история то есть у тебя принцип работает тот же самый второй вопрос наверное который для вот этой зонтичной структуры которую вы показали очень важный мы довольно долго сегодня говорим обо всех нюансах российского законодательства которые связаны с появлением новой законодательства субсидиарной ответственности киберриски понятно что во всех странах в которых возможна экспозиция по зонтичному полису или по локальному полису дни того когда у тебя есть мастер полис ты не можешь учесть вот этих всех нюансов в мастер полисе как в этом случае решается проблема выбора применимого права вот тех нюансов которые могут вылезти в местном судопроизводстве что называется и так далее какой-то общий принцип или мы говорим что ну вот как случится тогда следуя национальному законодательству эта история и будет урегулироваться мастер полису выступает безусловно драйвер в регулировании такого случая собственно говоря до этого организуется локальный полис он может быть тем временем который будет разумно согласован но тем не менее сам полис будет работать по праву локального законодательства и директор будет защищать тот юрист который законодательство знает понимает наверное особенно остро эти вопросы стоят когда у нас появляются на территории там известна территория тоже поэтому безусловно все идет отталкивается местного законодательства и назначения консенсанта именно уже который понимает локальные правила игры правильно понимаю этот комментарий что в мастер-полисе нет ссылки на применимые правы я добавлю да смотрите в мастер-полисе вообще я сейчас стараюсь просто как сформулировать условно есть два типа юрисдикции первая это юрисдикция регулирования страхового случая и она зачастую совпадает с территории страхования то есть если у вас произошел как в Бразилии и в США значит у вас нужно регулироваться по законодательству в Бразилии и в США второй тип юрисдикции это споры по договору страхования это когда страхователи страховщины пришли к соглашению по толкованию и это как правило фиксируется в конкретной юрисдикции поэтому отвечая на ваш вопрос соответственно как Андрей правильно сказал драйвером выступает юрисдикция мест поднесуты я вообще просто пользуюсь в случае мы хотим добавить еще на локальные полисы при международных программах практически никогда не выпускать локальный полис во всех странах присутствия это и очень сложно для страховщика это сумасшедшее администрирование ну и в принципе нецелесообразно неразумно помимо возможности прямой комфортной выплаты по локальному полису локальный полис еще дает очень важные моменты как возможность местного регулирования то есть если например у нас мастер полис в России убыток произошел в Индии а у нас не выпущен локальный полис значит придется в России урегулировать убыток в Индии сами понимаете сложно это нужно каких-то консультантов нанимать другое дело если у нас есть локальный это значит и так и так это дополнительные риски потому что это более оперативное регулирование и как правило локальный курс опускается там где есть взаимословно концентрация выплатить убыток будет возможность можно обойти какое-то либо тремение законодательства вставить договор-оговор часто представляет массе пользы технически можно выкидить какое дело насколько оперативно и эффективно на самом деле есть два пути первое когда тебе адекватный глобальный страховщик говорит вот тебе премия лимит сделал более используя буду около стандарт на законодательстве и стандартах которые есть в стране спокойный полюс и отправляющего бывают недокладные к сожалению глобальные страховщики я хочу точно такой же чтобы здесь подписали а там написано такая когда ты говоришь что я этот полис подпишу но здесь работать не будет и все ваши ссылки на ваши американские законы и так далее никому здесь не нужны нет мы хотим что полис выглядел так выглядел так пожалуйста забирайте этот полис он не будет здесь работать такое встречается гораздо чаще чем сделаете на полис вот это большая проблема программ я попробую быстренько пробежаться по своей части очень надеюсь на дискуссию потому что искренне надеюсь что дискуссию поводу дискуссии я сейчас достаточно много уже исходя из нашего обсуждения которое в начале произошло спасибо коллегам мне было безумно интересно я начну с чего я начну с того что безусловно мой взгляд взгляд адвоката это взгляд человека который смотрит с точки зрения права они экономики и по большому счету смотрит специфически потому что как адвокат и юрист я работаю в основном со страховыми вопросами из банкротства опускания долгов и прочее 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 все это наводит на мысль о том то что так я работаю на стране света я всегда на стране кредиторов которые догоняют тех должников которые зачастую процентом 90 они не обанкротились свете форс-мажоров каких-то неудачных стратегий они просто-напросто вывели активы называя своим языком почему я делаю такой вывод может если вы посмотрите на статистику возмещения в рамках банкротства средств кредиторов вы увидите что едва ли более полутора процентов от потерянного кредиторами возвращается в рамках процедуры банкротства для не залога при залоговых цифра потрясающая она редко превышает 30 процентов согласитесь когда вас залогом обеспечены вы получаете 30 процентов это очень-очень странно перри закладывает а тем не менее поэт я честно вижу то что есть два института всего российском праве которая два института до которые собственно говоря у нас прям можно посередине оттуда которые вообще каким-то образом помогают и способствует нам с вами экономически непосредственно проблемы решать связанные с погоней кредиторов за должниками это диссей трейд кредит иншуранс и непосредственно диндом который является у нас предметом сегодняшней встречи если говорить про диндом то я зачастую я люблю читать пресс я готовлюсь к мероприятиям и время от времени прибегаюсь вот а что же у нас там происходит на рынке диндом я очень буду признать меня поправить но по сообщениям интерфакса собрана у нас с вами премий в 2019 году ну потому что у нас немножко запаздывает информация там или в двадцатом я могу путать на три с половиной миллиарда именно при это было но при этом он дал вторую информацию которые у меня честно говоря волосы просто зашевелились как у адвоката а выплачено говорит 30 миллионов посмотреть на другую но пока мы с вами вот исходя из этой заявки по крайней мере мы знаем вот источник понимаем то что это не преувеличенные слова адвоката это действительно позиция одного из чиновников которые занимаются видимо сбором информации у нас контролирующего эту же информацию косвенно по сборам возможно и подклонил эту информацию в том числе представителя страхования в той же статье по крайней мере по сборам и по выплатам а по сборам но вот это вот оно в целом действительно навевает ну такой ряд вопросов так как это все происходит как работа я думаю то что потихонечку мы к этому дойдем поговорим но первый вопрос который вводится почему премии собирается много а выплат мало а споров кстати говоря тоже между страхователем и страховщиком почти нет этот некий данности из которых можно исходить если вы воспользуетесь правовыми базами данных вы не найдете то больше на 10-20-30 споров это они будут со временем косвенно короче и прямых буквально пять-шесть мне кажется это сбор она я просто знаю как не учитывают перестрахование цифры вырваны из контекста нам позвонили сказать срочно такое совещание скажите вы эту цифру и вот эту цифру не взаимосвязи между этими ничего видимо другие компании я более никаких проблем можем так прям это обсуждать дело все в том то что добавилось сюда еще скажем так комок непонимания рнпк ни для кого не секрет на данный момент что рнпк отказывается страховать делать все для того чтобы не перестраховывать риск почему потому что риски колоссальные говорит мы не можем их оценить говорит это абсолютно ну убыточная вещь мы не можем принимать на перестрахование то что сработает гарантированного будет любой страховщик принимает риски в пределах своей компетенции у него есть андорайдер по деньгам он это делает у него есть скажем компетенция и соответствующие договоры перестрахования он не может будучи разумным как мы сегодня об этом говорим такого рода риски проблемы рнпк именно в этом рнпк нет надлежащей компетенции все то что было до 24 февраля колоссально проблемный бизнес размещением как мы уже говорили по всему миру это компетенция которая с огромными суммами то что ту цифру которую мы называем три с половиной миллиарда это существенно ниже чем то что тем те лимитами собственного удержания которые тогда устанавливала рнпк плюс избирательность потока приходит скажем частично и рнпк все время оказывается в ситуации как сформировать сбалансированный портфель который позволил бы обеспечить экономическую выгоду поэтому тогда когда мы говорим про экономику которую хотите касаться своей презентации тогда мы как раз приходим к тому состоянии которое объясняет почему рнпк очень консервативный подход а сейчас ситуация кардинальным образом поменялась тогда когда закрылся весь международный перестраховоченный рынок по рискам и вот этот весь поток обрушился на рнпк проблема стала еще можно меня упасть и обвинять в чем-то рнпк но овчинникова я лично знаю очень уважаю и полагаю что это один из лучших специалистов собственно говоря если не единственный наверное по страхованию ответственности который в этом разбирается и понимает рнпк но с которым я знаком так точно единственный и безусловно там работа идет другое дело то что мы работаем с фактом фактом может быть есть объяснение нет объяснения но то что его нету не говорит о том то что он существует и в целом вот это вот ну хорошо это экономическая такая статистическая немножко раскладка с которой мы существуем сейчас и до того как нам упал ковид даже до того как нам упала санкционная политика усиленная связана с специальной военной операции мы столкнулись с тем что у нас законодательство немножко не готово мы уже начали говорить об этом немножечко с коллегой действительно была попытка внести изменения внести изменения регулирования гин . Почему? Потому что, у нас есть замечательная статья во первом 932 пункт 2 где речь идет о чем? о том то что страховать по страхованию ответственности стал кроватьんでи стихи страхование ответственности может только сам страховать может только свой риск то есть то как это распространено на данный момент то что компания фактически страхует интерес страховать директора так быть не может вообще как бы изначально говорит о том что ведь страхование немножко работать и должен такой модель находятся само собой это идет через страхование самим директором получать свою ответственность про за другие проблемы если это обходится и вот это первая задача которая у нас стояла на повестке она была попытка решить 2000 памяти девятнадцатом году которая была связана с тем то что в том числе формулировки изменения законодательства они там были сопряжены с дополнительными моментами это страхование напрямую там неосторожных действий здесь что возмущало сообщество потому что неосторожное действие бездействие попадающие гражданский кодекс и скорее всего имеющие отсылки к уголовному кодексу и гражданский кодекс и гражданское законодательство законодательство общества с ироничной ответственностью акционерных обществах это достаточно странная вещь она порождает полное непонимание того кто и с чем работает ну и собственно говоря вот сейчас вот у нас на октябрь-ноябрь намечено два изменения законопроекта внесены они будут рассматриваться вероятно если они будут по плану рассматриваться может понятно что внесены они еще до февраля месяца и как пойдет законодательные процессы большой вопрос предлагается допустить непосредственно возможность и в девятьсот тридцать второй и соответственно законе об обществах с ограниченной ответственностью об акционерных обществах прописать напрямую возможность именно общество страховать интерес директор прописывается это прямо полагается то что будет снято вот это вот противоречие которое у нас на данный момент есть не снимает это второй проблема которая существует она очень остро существует несмотря на отсутствие практики в судах она но на мой взгляд является такой же важный существенный как первый вопрос это страхование противоправного интереса по сути говоря у нас выражен через то что не подлежит страхованию случае когда страхователь нас действует мышленно мышленно причиняет вред вот буквально мышленное причинение в да не может являться и каждый раз когда я это читаю я читаю в голове возникают разные правовые конструкции я честно не могу до конца ответить себя на вопрос а вот буквально что будет являться умысленным причинением вреда директор который непосредственно совершает действие если взять немножко пример повеселее илон маск который покурил марихуану в прямом эфире радиостанции велась видеотрансляция на следующий день акция тесла резко пошли вот такой кейс вот это вот это умышленное причинение вреда или действие осторожное а тут не уже были ситуации когда он говорил о том что что-то купит это все я передумал если это произошло так а мне это тяжело на самом деле квалифицировать если бы такой кейс попал бы в российскую федерацию где-то здесь на котируемых акциях какой-то директор позволил бы себе бы какое-то поведение которое допустило бы за собой вот но именно такое допустим это повлекло бы не стыдно резкое падение стоимости акции мы поговорили бы о том что он умышленно причинил вред потому что у него был какой-то матерь спасибо в нетрезвом состоянии да и начал внести законную околеси но продемонстрировал свою сомнение в собственной состоятельности принимать решение вот понимаете неосторожное публичное заявление в гражданском кодексе такого нет по сами все равно должны прийти а мы с вами вот теперь переходим непосредственно умышленное причинение это неосторожное заявление неосторожное или она умышленная где вот эту вот гранина есть на мой взгляд критерий противоправности нас с вами нам сами не помогает потому что если есть умышленное причинение вреда и это совершенно умысленно то мы больше светотачиваемся именно на умысле на умысленном причинении вред причинен и вот тут мы начинаем переходить в стадию который гражданский процесс очень не любит проходить хорошо а какая нам праздник давайте ему предъявили понимаете а именно тут мы с вами до приходим к вариант того что суд должен будет я вот начал на том закончил вернее на том то что это категория для гражданского процесса арбитражного процесса очень нелюбимая потому что она есть уголовном праве разделения на форма вины а по сути грамм гражданском кодексе гражданском процессе вот эти вот тонкости вины не устанавливаются потому что нет элементов которые позволяют достоверно говорить о умысле даже законодательстве об окродстве эта проблема она породила за собой то что законодатель начал расставлять приюдиция если этот факт имеется то ты точно как бы презумируешься при зиме резюмции если не придется презумпция то презуммируется что ты непосредственно как бы вот плохой это что неплохой должен доказать ты сам на тебя время просто перекладывать в этом смысле презумпция вот здесь вот вопрос очень тяжелый сколько я видел кейсов если мы не говорим что спатье там именно про банкротство какие-то сложные которые дальше выходят в уголовно-правую плоскость которая снимает все вопросы как правило здесь у нас большая проблема с тем как работать судом потому что суд который говорит о том что если страховая премия заплачена то о чем мы тут с вами спорим выплатите наконец-то страховое возмещение по действию достаточно тяжело работать с этой вот материей и это вопрос который требует на мой взгляд уточнение мы должны точно разобраться если тут неумышленное причинение бреда а если у нас лицо страхователь директор который непосредственно причинил вред возымел от этого какую-то выгоду положил себе в карман перечислил на кайманова острова где ему очислили долю ему заплатили дополнительное вознаграждение то вот это вот не должно быть страховым случаем а все эти случаи когда директор действовал по заблуждению по неразумности потому что он посчитал прочитал в отчете страховая премия 30 миллионов а на самом деле он разумно не поступил не перепроверил эту информацию по другим источникам в этих случаях все таки мы должны говорить с вами о том что имеет место быть нормальное страхование директоров но вот второй инициативу нас с вами нет это инициатива она пока повисла воздухе как на мой взгляд опять со стороны страховщика выглядит на данный момент я вижу сегодня по крайней мере слышу раньше меньше слышу может быть сейчас что-то изменилось насколько я понимаю убийство рынка перестрахования именно в рамках тендова но убивает рынок в принципе в том числе этого подтверждает наш с вами размышления проверим пока как про факт потому что на данный момент нет перестрахования пока для этого вида я с удовольствием услышал от коллеги что есть серьезное намерение брать на собственное удержание да да я просто не был в курсе игры с удовольствием на это услышал потому что это говорит о том что видимо у этого вида страхования какое-то будущее есть но опять-таки то если мы с вами будем мыслить даже категории 200 полюсов я не слышал если можно прямо сейчас точно 200 полюсов это вот сейчас текущих или заключенных пост только только для действующий текущий момент ну то есть если еще на после вот это вот так ну такой момент чтобы мы сами понимали что происходит с рыбкой перезапричем нету пользу 30 и много и заявок вы понимали там по 5 по 6 день ну что касается заявок как раз я верю что заявок сейчас будет очень есть много и будет много абсолютно все те у кого полюса есть они однозначно вернулся абсолютно большинство из тех у кого нету и кто относится к среднему и немалому скажем так бизнес сама просто к те кто не из малого бизнеса не совершенно точно должны побежать за этими полюс более того готова на них переплат переплачивать вопрос там хватит если и если вообще мощностью компании идти собственным удержанием в этот продукт мой ответ нет потому что если мы с вами посмотрим на убыток банку открытия вопрос есть бар там речь идут про колоссальные суммы если они реализовываются достаточно большой убыток в условиях там сложности с перестрахованием даже по уже заключенным раньше полисов потому что выплатить так или иначе надо получить него невозможно в ближайшем перспективе вот поэтому я вижу то что здесь именно этот рынок он требует какого-то решения может быть эти решения должны быть как мы говорили на одной из консеренций в части изменения способами управления риск то есть может быть риски надо меня отношения к ним нужно менять может быть нужно давать другие гарантии директорам о чем это все не надеюсь коротко коснуться может быть действительно рнпк рано или поздно сможет оценить свою возможность участия в этом рынке немножко иначе но возвращаясь к той статье там совершенно точно речь шла о том что именно рынок динду оценивается как высокорискованно несмотря на вот эту вот статистику которая была продемонстрирована один из коллег из центробанка который сказал 1 процент собранных страховых премий вышли на выпук но тут же важно что важно то что об этом мы с вами поговорили это я пролистаю позитивно меня слайд про то что законодательство может меняться и среди ендов и меняться действительно правильном направлении другое дело что наверное сад должен быть таким ярким июньским или майским он должен быть чуть более чаховым потому что изменение нужно гораздо больше нежели чем вот эти вот вещи которые по сути говоря корректируют несоответствие законодательства жизни требуются дополнительные подходы которые помогут скажем так сделать продукт более устойчивым и популярным и в этом смысле действительно иначе какое-нибудь побережье океана я не могу себе представить с достаточно технологичным развитием потому что давайте так с точки зрения адвоката ну во первых у нас есть понимание того как у адвокатов защищающих еще раз скажу кондитора студии должен стать своего рода осаго он должен стать обязать обязатель простите за это футологию во первых мы с вами знаем продукты которые работают соответствующим начнем у нас есть вы знаете я свое время уже уже нет я опять уложусь смотрите есть качество что такое юридическое лицо конкретно хозяйственное общество это общество которое ограничивает ответственность участника это не работает это не работает потому что у нас с вами уже во всю развитой концепции прокалывания корпоративной вуали когда мы доходим до конечного человека собственника владельца и забираем у него все именно с этим связано в том числе множественные субсидиарные ответственности привлекают а то есть это попытка не попытка а это реальный и чрезмерно на данный момент работающий механизм когда мы через юридическое лицо перешагиваем доходим до конкретного тазарского лица все должно быть я согласен с вами что у нас маятник зашел далеко он давно должен уже спуститься куда-нибудь в серединке все имеет свое основание все имеет собственно говоря свои причины сейчас я с вами согласен это ближе к варварству чем к тому к чему законодатель изначально стремился но вместе с этим мы понимаем что вот это вот ограничение ответственности оно нужно и директору почему нужно директору потому что действуя на свой страх и риск условия когда у тебя множество оснований отвечать за каждое совершенное действие ты не должен терять азарта не должен терять возможности совершать действие нести за них ответственность и директор лицо которое находится на перекрестке статья 53 гражданского кодекса она несет ответственность перед своими собственниками перед учредителями участниками акционерами акционеры между собой иногда не в ладах и когда они не в ладах посадки прилетают в первую очередь непосредственно именно директору ну и лицам которые принимают решение в данном случае действительно офисерс объединяем второй момент от госорганов все штрафы у нас персонально прописаны обязательны для директора третий момент опять если вдруг банкротства кредиторы могут идти в том числе к директору то есть со всех сторон у нас с вами директор является незащищенным лицом и если бы тут мы провели бы очень далекую скромную параллель по какому-нибудь страхованию вкладов только не к агентству которое является пугалка сейчас для всех банкиров а к сути то есть откуда агентство появилось на самом все склады стали застрахованы да и каждый вкладчик имел право получить в случае банкротства банка гарантированную сумму вложений по сути говоря страхование диэндон по своей ну вот такой направленности могло бы стать аналогом этого вида страхования для вкладчиков только для всех кредиторов бизнеса а уверенность кредиторов в бизнесе в том что они хоть что-то когда-нибудь в любом случае да и получат совершенно точно будет очень позитивно отражаться на развитие этого самого и последний тезис который ко мне пришел в голову буквально вот когда мы начали диалог и поговорили о том что так или иначе стенда у нас сложности что один дом есть уплаты в первую очередь в части возмещения юридической помощи а зачем нам один дом я вот в точке зрения управления риска давайте будем честны давайте просто будем говорить о том что должен появиться такой подход когда аналогом день долг станет юридическая помощь за которую платят компания в интересах своего директора директор будет являться офицером от юридической помощи которая содержит примерно такие же временные основания для того чтобы директор мог обратиться непосредственно к адвокату и адвокат будет эту помощь оказывать чем принципиальное но маленькое но принципиальное отличие маленькое в том что никаких разговоров про возврат уплачено вознаграждение юриста идти не может и в любом случае клиент будет иметь возможность обратиться за этой помощью к адвокату а вторая большая принципиальная потому что безусловно это ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не прикроет от убытков которые возникнут непосредственно в случае привлечения к ответственности но тут есть опять один маленький аспект на которой опять как юрист вот ну него вглядываешься под лупой и понимаешь что это большая проблема если убрать корпоративные споры которые имеют место быть и обратить непосредственно внимание на рынок банкротств то в банкротствах как правило привлечение к псидиарной ответственности происходит но если не полностью то с элементами установления недобросовестного поведения директора а недобросовестное поведение директора будет означать не страховой случай до тех пор пока мы не изменим подход собственно говоря к тому что является мысленным причинением вреда я прям закончил нас ровно три минуты на дискуссию обменялись мнениями пошли к выплатам вы будете или мы это коллеги должны у меня был взгляд скажем так страховать ну тривиальный взгляд страхователя за одну секунду расскажу буквально нет вида более открытого чем днт поскольку все это раскрывается на общем собрание акционер собственно моя презентация основная идея была в этом что касается убытков коллеги должны было рассказать и может быть расскажет а может быть нет во первых касался антон тоже говорили в таких резонансных их много довольно доведенных до 100 миллионов долларов а статистик пока не работает потому что выплаты норильского никеля со 146 миллиардами убытков по экологии не сподвигло я прекрасно понимаю заплатить а дальше там разбирайтесь с этим директором стойте в своей там очереди кредиторов и в этом виде страхования мы часто выбираем потому что мы вступаем конфликт банков когда сотрудник уже посадили они где в документах не написано что он из этих трех миллионов украденных долларов что-то положил себе в карман взял как юрий деточкин отдал это там детский дом куда-то мы не можем заплатить даже простым сотрудникам а с директорами будет еще больше проблем мне кажется настолько интересны свежие идеи можно принести конференцию на чем закончился вот до момента существенных изменений в категориях нэймс на 1980 конец восемьдесятых годов нэймс испокон веку с лойтс экт несли неограниченную материальную ответственность тогда когда неограниченная материальная ответственность нуждало стреляться и так далее чтобы оставить это имущество в составе семейных ценностей случаи были единичные но они были тогда когда риски стали настолько большими что случаи перестали быть единичными это пришло привело к тому что лойтс фактически был на грани прекращения своей деятельности потому что ни один нормальный нэймс так рисковать своим имуществом был не готов и тогда случилось изменение когда нэймс в структуре лойтс могли уже быть юридическими лицами вот с той самой ограниченной ответственностью по обязательствам который определяется вкладом конкретного акционера хозяйственное общество то что происходит сейчас с этими процедурами вопросов и снесением субсидиарной ответственность акционерами и директорами это убьющий это нарушение основ гражданского права связанную с существованием хозяйственных акционерных обществ это безобразие это шаг с точки зрения гражданского права не допустим гражданское право не работает по чуть-чуть да но или есть или его нет а если вот в этом месте которая определяет мои обязательства как акционера соответственно в том что я должна когда мы приходим в общество взаимного страхования когда нам все понятно что я несу субсидиарную ответственность вот прям до штанов из меня последняя в моем шкафу абсолютно право потому что это нивелирует разницу там с полными товариществами с обществами с дополнительной ответственностью которые у нас были там помогут исключили но да но они существовали долго проблематика существует в чем потому что мы с вами пришли к какому-то этапу развития гражданского права части бизнеса в первую очередь только про бизнес говорит когда объем переливания информации обмена информации стал практически выходить из-под контроля если раньше обращая свое внимание там контрагенту который вам поставлял продукцию собственно говоря вы могли проверить его действительно быть в чем-то уверенном сейчас этой уверенности нет мы говорим с вами про то что изначально институт субсидиарной ответственности который все-таки знаком гражданскому праву который носит экстраординарный характер у нас сейчас распылен до невозможного это очень плохо но ведь главной целью вот этого института является борьба но если с незаконными то с откровенно недобросовестными действиями когда у вас должник пользуясь свободой договора и ограничением свойственным юридическим лицам начинает выводить активы через цепочку матрешек но в итоге он получает это имущество и он является лицом причинившим вред всем законодательства просто вынуждены идти вести поиски того каким образом добраться до этого человека есть еще допустим и есть еще не допустим если человек виновен уголовное производство уголовный процесс вопрос а это большая проблема мы с вами пытаемся уйти аналогия может быть вам покажется все санкционные излишества на территории третий стран по изъятию имущества они приблизительно похожи на то же самое когда ты отсутствие доказанного состава преступления лишаешься собственного имущества только потому что суд процедуру банкротства а у меня нет денег нанять такого клевого и классного юриста как вы и я не могу представить достаточно доказательства что нет доступа нет к тем документам и решениям которые были три года тому назад я простите как директор компании не все себе графе рули не копирую я не могу сказать что там был этот протокол который должен был бы быть и вообще процедуры принятия решений управленческих моей компании не предусматривал никаких протокол я единственная я с вами полностью согласен вот я с самого начала сказал я единственное только хочу дополнить что человек работающий он практически с людьми там и случаями о которых мы говорим в общем я могу вам разделить так 90 процентов к сожалению случаев люди понимают что они делают делают это осознанно но понимают что за это есть какое-то вознаграждение в текущий момент и полагают что ответственность за это не наступит в десяти процентах случаях мы видим что люди попадают в ситуацию абсолютно от которой они себя отводили максимально они обложились документами они не понимали что происходит либо это для них стечение обстоятельств они не могли понимать что происходит но соотношение к сожалению нашей действительности она не в пользу того что мы с вами он бы не качнулся в сторону если бы истерика вокруг того что уголовные институты не могут работать так как они должны работать а это решение другого права и других уголовных процессов которые должны быть и взаимодействие между соответствующими органами большого количества стран это не проблема гражданского производства есть очень малое количество стран которые пускают такого рода такого рода скажем субсидиарно мне кажется что сегодня был очень хороший высокий уровень очень дискуссии блестящий вопрос я хорошо знал по институтацию коллег я впервые сошла антоном второй раз с огромным удовольствием слышу я думаю что вполне мог бы продолжить можно подумать как наших сложных правоотношениях спасибо большое спасибо слушателям спасибо участникам были запись нашей дискуссии будет доступна спустя не второе время и на сайте гемо и соответственно сайте русско спасибо вам большое спасибо